Пирожков или Блок Мережковский когда-то пленял разглядением художников слова на фоне истории. Но мне прийтили при ближайшем знакомстве с кулисами мысли его. Они догматизм, журнализм. Так что громкий рычок на церковность апокалиптического и безгривого левика надоедал. Он рычал на церковность из церковочки, связанной с тем, с чем он рвал. Так что рвал и метал на себя самого этот левик. Философов последовательно отдавался к одетской общественности. Карташов клевал на церковь. Союзники, в сущности, уже тогда улепетывали от него. Философов хотел было дострувить его. Карташов бы хотел его дозлатоустить. До пояса струвик, до ног златоустик. Он стал не собой и самим. Философ с Карташовым дали серейшую мазь. Этой мазью замазал он собственные прежде яркие краски. Фатально. Его Юлиан интересней, живей, чем воскресшие боги, которые лучше Петра, Петр свежей Александра. Так все им написанное с нисходящей градацией. Жалко приклеенный туфли с помпоном к трамплину, с которого прыгал, Явил не прыжок через бездну, а только стягание ножки, приветствующей революцию. Разве что туфелька с ножки, вильнувши помпоном, слетела в расщеп между двумя берегами. Помпон — это бомба, которую хотел метать вместе с Савенковым. Подскочившие сзади друзья, Философ с Карташовым, его, отклеив, стащили в Варшаву, где он объявил «Ожидаемый мир мессия» Пилсудской. Эмигрировав в январе 1920 года нелегальный переход польской границы в районе Бобруйска, Мережковские обосновались на несколько месяцев в Варшаве, где развернули политическую деятельность, направленную к активизации борьбы Польши с Советской Россией. Создание газеты «Свобода», затем переименовано в «За свободу», редакторы философов и одно время арцебашев, аудиенция Мережковскому маршала Пилсудского, формирование русских отрядов при польских войсках, поддержка политических акций Савенкова. Смотрите «Гипиус» Мережковская, Дмитрий Мережковский, Париж, 1951. «Струве. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. Примечание редакции». Поставив в Париже наивного малого во все лопатки, философов в Варшаву, Карташов под святейший сенот. В начале 1920-х годов философов был заместителем Савенкова, руководившего русским политическим комитетом в Варшаве. С 1920 года Карташов в Париже летом 1921 года был избран председателем Русского национального комитета. Смотрите его автобиографию «Вестник русского студенческого христианского движения» 1960-й, номера 58-59. Примечание редакции. В 905 году дружба с сестрами Зиною, Татую, отклик на сердце которого не было, была лишь видимость, меня держали в гипнозе. И я от самого себя утаил, до чего этот левик мне чужд в выявлениях идейных и личных. Несло от него, как из погреба, холодом. Гиппиус в тонкостях мыслей и чувств была на 25 голов его выше. Она отдала свою жизнь, свой талант, свой досуг, чтобы базиться с хозяйствами всеевропейского имени. Она работница с грязной тряпкой в руках. Мережковский питался ее игрой мысли. Во многом он вытяжка мыслей Зинаиды Николаевны. Порошки ему делали Зинаидин, нечто вроде фитина. Комуна позднее мне видела с лаборатории газов, которыми тещин язык верещал на весь мир. Тещин язык — детская игрушка, продававшаяся на вербе в Москве. Примечание автора. Не случайно, что я и Дмитрий Сергеевич друг на друга глазами лишь хлопали. И не случайно, что с Зинаидой Николаевной я ночи свои проводил в неотрывных беседах. В те годы она конфидентка, мне нужная. Еще не видел я тени ее, ставшей ею впоследствии, когда она стала тень. Это сплетница, выросшая в клеветницу и кляузницу. Мотив жизни всем логове, не только гиппиус. Блоки, с которыми виделся я ежедневно, коммуна моя номер два, Мережковские грызли меня за мое убегание в казарму. Что общего? Дмитрий, бывало, попугивает. Рифмы с хвостиком Блока. Кричал Анатоль, о-о-о! Губку пятила жена Андрея Болконского. Иван Ильич кричал, у-у-у! Блок, царицу! И склабился. Блок отмечал тот осклаб. Орликин. Боря, Блок, тюк какой-то, не сдвинешь? Зинаида Николаевна добавляла. Не Боря у ней выходила. Боря. Однажды Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна загорели с желанием с Лидией Дмитриевной женой Блока встретиться. Боря, тащите их, сдвиньте их с места. Порой поручения давались мне щекотливые. Для Мережковского я покупал пипифакс и его знакомил в Париже с Жоресом. Я помню, как я вез Александра Александровича и Лидию Дмитриевну на извозчиках дома Мурузи в весенних капелях. Зиял юный серп. Александр Александрович губы скривил, спрятав носу в воротник и мехастую шапку на лоб. Зинаида Николаевна встретила с официальной приветливостью. Рыжо-розовые волоса подвязала пурпуровой лентой, лорнетку глазам. Любовь Дмитриевну оглядев с головы и допят. — А скажите, а как же? А Боря рассказывал? Дмитрий Сергеевич взволнованный, будто пришел пирожков, а не блоки, с любезно-картавыми рыками, зубы показывая, стал эластичный, слетая из дивана, как мячик и бегая диагоналями. Блок же печально тенел из угла. Ничего из знакомства не вышло. Блок «Я, Любовь Дмитриевна, слухи» В 1906 году в Савенков, где-то Таимой, все мельк пыли подсолнечной. Дима в 1906 году помчался в Париж. За ним Зина и Дмитрий рвались. Все зависело от пирожкова, издателя. Мережковский млей на солнышке брал тогда с собой на литейный меня и показывал мне на барашке. Весеннее небо. С утра и до вечера слышалось «Вот пирожков! С пирожковым придет пирожков!» Продавалась трилогия. Идеология всякая таяла предожидаемыми посещениями пирожкова. В те годы пирожков был основным издателем книг Мережковских. С марта 1903 по июнь 1908 года в издательстве пирожкова вышло 22 названия их книг общим тиражом 86500 экземпляров. Эльзон издательство пирожкова в сборнике книга «Исследование материалы», выпуск 54-й, Москва, 1987-й, примечание редакции. И вот он пришел. И сейчас же потом, взяв с собой у пальто Мережковского уже в Париже весна, застегнув на нем шубку, схвативши его чемоданчики, я, Карташов, Тата, НАТО и Ремезова на Варшавский вокзал. Он в вагоне облегся в пальто, сбросив в руки нам шубу. В погиже фиалки! Боялся простуды, заразы, клопов, революции. И посылал меня за пипифаксом. Мне связаны вместе отъезд пирожков и пипифакс. Раз, когда с гиппиус перед камином сидели с высокой проблемой, звонок из передней в гостиную дробно-быстро просеменил, дрожа мягкими плотностями, невысокого роста блондин, с легкой проседью, с желтой бородкой, торчком, в сюртуке. Но кричал его белый жилет, на лоснящемся, дряблодородном и бледно-морковного цвета лице, глинцевели очки с золотою оправой. Над лобиной клок мягких редких волос, как кок-клоуна. Голову набок клонил, скороговорчкую, обсисюкиваясь. И Зинаида Николана нас представила. Боря Василь Васильевич. Это был Розанов. Уже лет восемь следил я за этим враждебным и ярким писателем, так что с огромным вниманием разглядывал. Севши на низенькую табуретку под гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряски и фразочки, точно в припрыжку, без логики, с той пустой добротою, которая форма поплевов присутствующих. Разговор, вероятно, с собой самим начал еще в передней, а может, на улице. Можно ли назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что не есть? Бережковских, себе, Петербурге. Он эти возникшие где-то вдали отправления выбрызгивал с сюсюканьем, без окончания и без начала. Какая-то праздная шепелявая каша с взлетанием бровей, но не на собеседника, а над губами своими. В варенье предметов мыслительности было наглое что-то, в невиннейшем виде таимая злость. Меня поразили дрожащие кончики пальцев, как жирные десять червей. Он хватался за пепельницу, за колено Зинаида Николаевны, за мое, называя меня Борей, а Гиппиус Зиночкой дергались в пляске на месте коленки его. И хитрейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки. Да, апофеоз тривиальности. Точно нарочно кидаемый в лоб нам, со смаком, с причмоками чувственных губ, рисовавших сладчайшую, жирную, приторно-пряную линию. И мне хотелось бы скрикнуть «хитер на распашку». Вдруг, бросив нас, он засопел, отвернулся, гребеночку вынул, пустился причесывать кок, волоса стали гладкие, точно прилизанные. Отдалось мне опять, вот, просвирня какого-то древнего храма культуры, которая переродилась давно в служащую при писсуаре. Мысли же прядали, как пузыри, поднимаясь со дна подсознания, лопаясь, не доходя до сознания, в бульках слюны, в шепелявых сюсюках. Небрежно отбулькавши мне похвалу, отвернулся с небрежеством Гиппиус и стал дразнить ее. «Ведьма де!» Зинаида Николаевна отшучивалась, называя его просто Васей, а Вася уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем, о розовощекой Матроне своей, ее дико боялся он. Дергалась нервно коленка, лицо и потело, и маслилось, губы вдруг сделали ижицу, карие глазки не видели, из-под очков побежали они моргать днёй в потолок. Вдруг Василий Васильевич, круто ко мне повернувшись, забрызгал вопросиками о покойном отце. «Он же умер!» Сдрог выпрямился, богомольно перекрестился и забормотал с чмыхом, с чмоком. «Вы не забывайте могилки, могилки, молите с могилком!» И все возвращался к могилкам. С могилкой ушел, уже кутаясь в шубу, надвинувши круглую шапку, ногой не попав в большой ботик, он вдруг повернулся ко мне и побрызгал из меха Медвежьего. «Помните же, от меня поклонитесь могилке!» И тут же став ком меховой, комом воротника от нас в дверь. А Зинаида Николаевна подняла на меня торжествующий взгляд, точно редкого зверя показывала. «Ну, что скажете?» «Странно и страшно!» «Ужасно!» Значительно выблеснула. «Вот так плоть!» «И не плоть!» — фантазировал я. «Плоть без «ть». В звуке «ть» окрыление. «Пло!» Или лучше два «п» для плотяности. «Пло!» В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы, Розанова, просто «пло!» Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась, как плоть. Только он выделял свои мысли слюнной железой, носовой железой, чмахом, чмыхом. Забулькает, да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного. Без всякого повода смякнет, ослабнет. До следующего отправления. Действует этим. Где люди совершают абстрактные ходы, он булькает, дрызгает. Брызнь, а не жизнь. Мыло слизистое, а не мысль. Скоро стал я бывать на его воскресеньях, куда убегал от скучных, холодных воскресников Сологуба, который весьма обижался на это. У Розанова воскресенье совершались нелепо, нестроено, разгамисто, весело. Гостеприимный хозяин развязывал узы, не чувствовалось утеснения в тесненькой белой столовой. Стоял большой стол от стены до стены и кричал десятью голосами за раз. Василий Васильевич где-то у края стола, незаметной и тихой, взяв под руку того, другого, поплеск пыл в уши. И рот строил ижицей, точно безглазой. Ощупывал пальцами, жаловали сыны хорошенькие, что щипался, бесстыдничая переблеском очковых кругов. Статный корпус Бердяева, склокоченный головой, а сирийца его затмевал. Тут же, вовсе не кстати, из нового времени Юрий Беляев, священник Григорий Петров, самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов. Мережковский, осунувшийся, убивался фигурою крупную эту. Недоуменно балдел он, отвечая не в попад. С бокового же столика своя веселая группа, смакующая безобразицу мощной вульгарности Розанова. Рыжоусый, ощеренный, хищно, как бы выпивающий карими глазками, бакст и пропухший беляса, как шарик утонченный, с елизаметным усенком, сомов. Все выдвинутые, утрированные. Мелькнет белым животом, блеснет своим блинным лицом и плеснет, проходя между стульями, фразочкою себе в губы. Никто ничего не расслышит. И снова провалится между Бердяевым и самодушной тушей Петрова. Здесь царствует грузная, разовощокая, строгая Варвара Федоровна, сочетающая в себе, видно, Матрёну с Матроной. Я как-то боялся ее. Она знала, что я дружил с Гиппиус, и Гиппиус она питала мистическое отпрощение, переходящее просто в ужас. Я, друг Мережковских, внушал ей сомнения. Розану, взяв раз за талию, меня повел в показную парадную комнату. Она зарела, как помнится, розовым. Посередине, как трон, возвышалось ложе, неложное, и приводили ему поклониться. То спальня. Однажды он, сняв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом. И я отвечаю, чертил что-то пальцем по скатерти, непроизвольно. Он, слов не расслышав, подставивши ухо огромное, видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечеркивал ногтем, поплевывал. Понимаете? Силился вникнуть. Вдруг он запыхался, устал, подразмяк, опустил низкую голову, снявши очки, протирал их без глаза, впадая в прострацию. Физиологическое отправление совершилось. Не мог ничего он прибавить. Мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем. Так что, откопав матерей мыслей, он копать не мог. Не забуду воскресников этих. Позднее на них пригляделся, впервые я к писателю Ремезову. Он сидел, такой маленькой, всей головою огромной, уйдя себе, под спину, дико очками блистал, и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взгерошенных вставших волос. Меня, вовсе не зная, уставился, как бык на красное. Вдруг закрививший умильные губки, он мне подмигнул очень странно. Мне сделалось жутко. И он испугался. Сопнувший, вскочил, оказавшись у всех под Микиткой. Пошел приставать к Вячеславу Иванову. У Вячеслава Ивановича нос в табаке. И весь вечер сутуленькой, маленькой, странно таскался за Ивановым. Вдруг подскочивших к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски, цапким движением, перепрокинул качалку. Все, ахнув, вскочили. Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде. Там, где сапоги, голова. Там же, где голова, лакированных два сапога. Все на выручку бросились. Только не Розанов, сделавший Ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то. Однажды а днем зашел, он посулил подарить свою книгу, редчайшую, о понимании. Вы приходите за ней. Я вам ее надпишу. Закрученный вихрем, признаться, о книге забыл. Не зашел. Он же ждал. Приготовился. И страшно обиделся. В этот приезд я его повстречал на Дункан. Был я с блоками. Взяв меня под руку, он недовольно поплескивал перед собою, мотая с ржавой своей бороденочкой. Хоть бы движение как следует, мертвый живот, отвлеченности, книжности. Нет. И, махнув недовольную рукою, он бросил меня, не простившись. Позднее его встретил в весах. Ликердопола, гостеприимно его усадив на диван, перед ним разложил животы оголенных красавиц, и Розанов мерил их, как специалист по вопросу, высказывая очень веско и строго суждения, геометрические, об удобствах или неудобствах младенца. Лежать в животе такой формы. В нем был не цинизм, что-то жреческое, исправлявшее свою обязанность. Вдруг он воскликнул. Вот это живот! Согласился бы крестным отцом быть, плевнул он, довольный. При встречах меня он расхваливал, да неприличия, с приторностями. Тотчас в спину ж из нового времени крепко порою отплевывал. Там выдворился Буренин, плеватель известнейший. Розанов, тоже сотрудник, равнялся с другими, по плеву. Меня это не занимало. При встречах конфузился он. Делал глазки и сахарил. Значит, был плев. И поэтому как-то держался в сторонке от Розанова до момента, еще когда прежние его друзья вдруг с усердием, мне непонятным, чего ж они прежде дремали, его стали гнать и высаживать из разных обществ. А он упирался. Я несколько лет не бывал у него уже. Подразумевается по всей вероятности прежде всего эпизод исключения Розанова из Петербургского религиозно-философского общества 26 января 1914 года запечатленное выступление в черносотенном духе, связанное с делом Бейлиса. Об этом смотрите в воспоминаниях Тагер, Блок в 1915 году. Александр Блок Воспоминаниях современников Том 2 Примечание редакции В 1908 году мокрая осень стояла в Москве. День плаксивился лепетнем капелек. Небо дождями упало. Весь этот период покрыт мне тоскою и тьмою. В гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, разбрел унылый я, пересекая Тверскую, у памятника кто-то дерг за рукав. Оборачиваюсь, смотрю, мокренькое пальтецо, шапка мятая. В скважинах поднятого воротника зарыжала бороденка метелкой. Рука без перчатки хватается, мокрая. Розанов. Откуда это, Василий Васильевич? Да вот, проездом, спешу в Петербург, дожидаюсь заведующего газеты. Схватился руками за локоть и ижицу сделал. Голубчик мой, не покидайте меня. Делать нечего. Дергая за руку, дергаясь и пришепетывая, стал он водить и туда, и сюда в закоулках, завешанных грязным туманом. Воняло. И брызгали шины. Калошами черпали воду. Вдруг кинулись морки, красные, белые, синие, часы омега, брызнь кинематографов, перья накрашенных дам, среди мороков розанов, сделавший ижицу, мокрой губою выбрызгивал свои ужасики, а баскетах святых и прохожие, остановившись, оглядывались. Затащивши в кофейню Филиппова меж освященными столиками, продолжал он выплевывать бредики, мокрые, потертые, обтрепанные до неприличия, средь щеголей, пшутов, пернатых и размазанных дам. Вдруг он выразил немотивированный интерес к блоку. К жене его, к матери, к отчему. Я же был с блоком в разрезе, и мне было трудно на эти интимные темы беседу с Василием Васильевичем. Он сделался зорким, трясущийся грязной рукой хватал за пальто, рысина глазки запырскали вместе с очковыми блесками. Голову набок склонив, залезая лицом своим, лосняс в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у блока. И тут же, средь чмыхов и брызг, обхвативший карманы свои, стал просить у меня, в себе в нос, «Уж простите, голубчик, в кармане платка нет, а насморк нет мочи. У вас нет платка? Есть, нечистый. Давайте же, миленький, какой не есть, не побрезгую». И, отхватив мой платок, суетился над ним, где заведующий ожидает. Мы вылетели на бронхитную, рыжую от освещения пырснь. Он в ней канул и вновь для меня провалился сквозь землю на год. Юбилейные дни 1909 года. Полный зал, фраки, клаки, Москва вся здесь, чествует Гоголя. И даже я надел фрак, мне пришедший с упору, не свой, а чужой. Как бездомная психа ко мне притираются розанов, здесь соратливо бродящий. Места наши рядом, на пышной эстраде. Веселовской, уже отчитавшей, плывет величаво к Вегюэ и другим знаменитостям. Брюсов во фраке выходит читать. Василий Васильевич в уши плюется, мешай мне слушать. А я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он, общество, орган, газету. Мы все представители здесь, на эстраде. Он делает ижутся, делает глазки и явно конфузится. Я от себя. Значит, новое время мелькает мне. И мне, признаться, не очень приятно с ним рядом. Он, взявший под руки, не отстает. И мы бродим в антракте, толкаясь в толпе. Уж не он меня водит, а я его, в тайной надежде нырнуть от него, меж плечей. Нам навстречу Матвей Никонорч Розанов. Вообразите мое удивление. Друг перед другом два однофамильца, согласно расставивши руки и улыбнувшись друг к другу, сказали друг другу «Матвей Никонорч, Василь Васильевич». Такие различные Розановы. У меня сорвалось невольно, весьма неприлично. Как, как, вы знакомы? Матвей Никонорч, представьте мое изумление, воскликнул. По-белому, да. Как, по-белому? Да не по вас, а по городу белому, где я учительствовал. И Василий Васильевич сюсюкнулся под ерзом. Матвей Никонорч, мой учитель словесности, как же? И глазки потупив, такой пепеньерочкой, чуть ли не с Книксеном, стал еле слышно поплевывать что-то. Розанов Розанову. Я их бросил, нырнув меж плечей. И с тех пор никогда одного из них уже не видел. Матвей Никонорча видывал после, Василия Васильевича никогда, никак. Неточность. Учился Розанов в Симбирской и Нижегородской гимназиях, в Бельской прогимназии, город Белой Смоленской губернии. Он сам был учителем в 1891-1893 годах. Смотрите, Голербах, Розанов, Жизнь и творчество. Петроград, 1922 год. Примечание редакции. Федор Кузьмич Сологуб. После Розанова, Мережковского, не Краснобай, Сологуб нарочно молчал, угрожающе, с хмурой сухостью, чтобы сидели, пыхтели. И после он высказывал неприятности. В матовых, серо-зеленых тонах своих стен, как пожухлая кожа пергамента стертого, он. Сологуб, псевдоним, был приписан Тетерниковым. Воскресенье у Розанова шум и гам. Молодежь убегала с холодных, нелюдных воскресников Тетерникова. Приходили отписываться в посещении, точно в участок. Хозяин все помнил, кто был и кто не был. Ждал визита, подчеркивая. Были в Питере и не зашли. Этот оригинальный писатель, естественно, материал для этюда серьезного. Не ожидайте его от отписки моей. Сологуб, как и Розанов, видится издали. Розанов чужд. Сологуба читал очень пристально. Розанова избегал я впоследствии. А Сологуб механически мне отстранялся другими людьми в ряде лет. Как москвич, попадая в Питер, общался я с теми, кто мне подставлялся. Так в доме Мурузи влеплялись курьезные обязанности мне преть и общаться с Бердяевым, с Лундбергом и с Карташовым. На башне у Иванова мне подставлялись Бородаевской, Верховской и даже Кузьмин, Гумилев. Ну, а Федор Кузьмич проживал от меня далеко, на Васильевском острове. И вне дома почти что не виделся. Бывало лекции, журфиксы, словесные при, и вдруг угрызение совости. Надо бы к Сологубу. В редакции их на заседаниях виделись. Назначали друг другу свидание. И я подхватывался механически возникшим кругом знакомств. Там не виделся Сологуб. Он в берлоге сосал свою лапу. Угрюмо и зло. Ждет, бывало, давно обижается, знает, что встретит сарказмами, как кислотой обожжет. Так что бойзно бывал сунц после долгого отсутствия в серые и зеленоватые комнаты. Встретит Тетерников, школьный учитель, с допросом, с экзаменом, вымотает. В пору начала знакомства с Белым январь 1905 года Сологуб служил инспектором Петербургского Андреевского городского училища. Примечание редакции. С Ивановым очень лег контакт, с Сологубом же личный контакт мне казался почти невозможен. Стих, блока и проза Сологуба увлекали в те годы меня. Я подолгу вникал в сухо сдержанный, тускло-пожухлый стиль его ранних рассказов, лапидарных, далеких мне, мировоззрительно чуждых, но многое вынес я, анализируя мастерство его. Мне казалось порой он какой-то буддийский монах с Гималаев, взирающий и равнодушный и сухо на наши дела, как на Бложкин трепых. Я вздрагивал, когда вступал в помещение школы, где жил и в который давал он уроки, минуя пустейшие классы. Там виделись доски и парты. Потом проходили в строй старых холодных и сводчатых комнат, где время стояло, где Розанов и Мережковские точно тряпкой стирались с памяти, как с доски. Коридор с переходами, с водами, в белозеленые, в серо-зеленые стены, как недра открытая, жутила тенью и пыхом лампадки, зажженные откуда-то. Там недотыкомка. Бредовой образ, возникающий в сознании сходящего с ума Передонова, героя романа «Мелкий бес». Одно время недотыкомка стала термином в литературных кругах для обозначения всего серого и тускло-тоскливого, примечания автора. А выходил старичок лысый, белый, с бородкой седою и с шишкой у носа прямого, в пенсне. Ему было лишь сорок три года, казался же древним. Он вел за собой жутковато, усаживал в кресло и ждал, что гость скажет, разглядывая свои пальцы. В глаза не глядел. «Лучше вы нарисуйте штаны Пифагора и не ерундите», как бы давал он почувствовать, едко ощерившись. И из усов белых до желтизны торчал зуб. И чернело отсутствие зуба. А взгляд, оторвавшись от пальцев, ел, как кислотою, лицо. Так глумился улыбку в усах затаивший учитель тетерников, что он писателя приготовишку и сделал, спокойно захватывая то один, то другой из флаконов с духами, стоявших перед ним, потому что он был духонюхатель. Нюхая важно притертую пробку, он ждал, ставя терпкой вопрос, им измеренный опытно. «Ты же сиди и пыхти». «Единица», Бугаев. Вопрос смысл имел. Он как бы значил «Вы без так сказать ясно, толково». Нелегкое дело дать формулу. На то писатель, чтобы до появления ко мне сформулировать кредо свое. И, казалось, при этом его бородавка под носом хохочет, хотя лик напыщен нарочитый гримасе достоинства. Видом этот школьный учитель, ставший писателем, напоминал буддийского бонзу. Владел он собой, дядя двужильный. Казалось, ты в крепкие лапа попал. Он в тебя рожу всякую вляпает, пупс безответственный. Чтобы сходить к Сологубу для литературной беседы, без едкости с ним вдвоем надо было забыть все то, что тебя волновало вчера и сегодня. Ветхой деньми, с угрожающей шишкой под носом, знал мысли мои о себе. Он, лукаво упрятав улыбку в желтящих усах, прожимал до десятого пота. И значило это, что мстит мне. Не был тогда-то, тогда-то. Ему доложили уже. Ушел в половине десятого от Сологуба в прошлый приезд, к одиннадцати появившись у Розанова. За это, за все и приходилось мне отдуваться в начале каждого нового визита. В миг, когда я собирался бывало бежать без оглядки от всяких сарказмов, чтобы больше суда к негостеприимному дяде уже не ногой, чтобы увидевши этого редкого как лунь белого волка в толпе шастать зайцем в плечи нас отделяющих сюртуков или в дамские прически, как в капусту. Он вдруг продобрев, положив гнев на милость, строгой, но милостивый наставник, читающий пупсику сказку, начинал раздельным, холодным, отчетливым голосом, чуть придыхая, учить по-своему, изрекая простые по виду, но темные от троящихся смыслов истины от сологуба. При этом закидывал он профиль седой, казавшийся барельефом превосходного белого мрамора из геркуланума, впаянном серо-зеленоватую стену, поставивши локти на ручки, сжимая кулак с кулаком под седою клинушком бородкой, с которой стекала пенснейная лента, вид римлян полководца, и вместе немного лукавого мужичка, спрятавшего в усы издевательскую улыбочку. Видом гласил, а вы сейте полезное, вечное. И поражала порой надменность этого плешивого умницы, умевшего при случае принять вид и тихого скромника. Поражала всегда его речи ни единого слова заемного, никакой приподнятости, ничего от того, чем волновались у Мережковских, Розановых, Брюсова, Блока, Бальмонта. Бывало цедит. Возврат умная книга, Блок умница, когда стихи сочиняет, он глуп, когда мыслит, придет инженер, он нас съест. Проще простого, но разговор прописями имел смысл, Сологуб, учинив суд и расправу, положил гнев на милость, прописями заканчивал вечер он, и то значило «С миром тебя отпускаю домой». Вновь слияние римлянина с мужичком в сюртучке и в пенсне выступало, бывало, когда он сутулис, но гордо закинув плешивую голову, вел гостя в переднюю, точно встав из курульного кресла. Казалось, два ликтора сопровождали его, когда вел переходами темными. Зеленовато лампадка мигала откуда-то. Он становился в передней совсем небольшим старикашку. Ему было в период нашей первой с ним встречи сорок три года всего, а выглядел шестидесятилетним, склонив плеш с сединой, не серебрящийся, а какой-то матовый, вдруг поморгает бывало тебе удивленным большим ставшим детским таким голубым своим глазом, спина вовсе прямая, сутулину строят лопатки. Раздвинув усы, лихим дедушкой кажет свой зуб и отсутствие зуба, чтоб дверь затворил с тобой, сесть и лапу сурчанем засасывать. Федор Кузьмич, этот строгой, отмеченный даром тяжелого нрава писатель, в те годы выказывал благоволение мне, как художнику слова. Не стал бы строчки вычеркивать я в ваших книгах. Не ликторы из переходика в темных, где виделись миги неим затепленных зеленых лампадок, бежали пред ним. Переюркивала без кровинки в лице с бледно-желтыми залезями жидких гладких волос шелестящая Федор Кузьмич безбородая, с видом мещанки, вся в черном, сухая, костлявая его сестра, походя на Тетеркину. Федор Кузьмич, чтя до чертиков свою сестрицу, с тоской неутешной встретил кончину ее, справив тризну, обрился, женился, став видом сенатор в упадке. Сестра Сологуба Ольга Кузьминишна-Тетерникова скончалась в райвале 28 июня 1907 года от туберкулеза легких. 8 июля 1907 года Сологуб писал Брюсову в этой связи «Смерть моей сестры для меня великая печаль, не хотящая знать утешения. Мы прожили всю жизнь вместе, дружно, и теперь я чувствую себя так, как будто все мои соответствия с внешним миром умерли». Сологуб женился на Анастасии Николаевне Чеботаревской осенью 1908 года. Примечание редакции. А сестрица Ольга Кузьминишна шуркая платьем садилась при чае без век, без единого слова, без признаков собственной жизни, схватя со кистями костлявыми за свои локти костлявые. Федор Кузьмич точно ужасая с ее от чрезмерного почитания и нам подносил ее как на блюде в знак назидания «Не кичитесь, но чтите». И мы приседали при чае, под ней как в классе в почтительной очереди «Я, Кондратьев, Леонид Семенов, Пяст», чтобы ответить урок или выслушать медленное втолкование «Атом есть пылинка пескучая, вроде бациллы». И все вздрагивали, не зная, как прочесть подносимый как кукиш афоризм. Лишь профиль Владимира Гиппиуса, декадента времен допотопных, потом педагога, не вздрагивал. Поэт Гиппиус, псевдонимы Бестужев, Нелезинской, начинавший литературную деятельность вместе с Добролюбовым в середине 1890-х годов, в 900-е годы временно отошел от нее. С 1904-го года стал преподавателем Петербургской частной женской гимназии Стоюниной. С 1906-го года преподавателем в Тенишевском училище. Был дружен с Сологубом с 1890-х годов. Примечание редакции. Федор Кузьмич, встречу в гости весьма неприязненно, вел к сестре под самовар на поклон. Встретив на стороне его, слушал я произносимое медленно, со старомодным поклоном, с грудным придыханием. «Милости просим ко мне». Он считался с визитами, и он требовал их. Появляясь в Москве, наносил сам визиты, смущая юнцов историческую, всем памятную бородавкой приносе и плешью, вносимыми в комнату. Раз, появившись ко мне, старомодным поклоном, прижав кулаки к сюртуку и роняя пенснейную ленту, представился маме. Тетерников. Мама что дернула, блеснув глазами и пальцем над плешью, тряся, ему бросила. «Вывер ты этих новых писателей, вздор, дунуть, фу, 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 ничего не останется». Я так и замер. Мать не читала ни строчки из Сологуба, а попала не в бровь, а в глаз. Но Федор Кузьмич, нос и шишку поставив в пустое пространство мишнею и мною, изрек с придыханием. «А вы сделаете фу, 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 фу» и увидите. Все остается на прежнем месте». Мать даже присела. Такой аргумент не от логики, что фу, не фу, мгновенно ее усмирил. А Сологуб, откинувши мраморный профиль на спинку зеленого кресла, опять провалился в молчание, созерцая события мира, как Бложкин трепых, как фу-фу, обернувшийся перьерогою шляпой, мадам Кистяковской, для матери восхищавшейся шляпами Кистяковской. «Когда вышел мать ко мне? Да кто он такой? Писатель Сологуб. Он вылитый, Владимир Иванович Танеев. Та же манера держаться». Открыло глаза мне, Владимир Иванович Танеев, которым я посвятил очерк в книге на рубеже, себя повторял в Сологубе, манеру истеснять, и томить, проповедуя мир и свободу, выйдет, бывало, и точно вынет дыхание, не глядя, все высмотрит, все увидит, и, как Сологуб, прочитает нотацию всем. А все, что не скажет, свое, с виду очень простое, по сути, мудреное и непонятное, и так же тих, тая омут. Но в облике старого самодура барина что-то отгрозного, а Федор Кузьмич видом каракала какая-то. В Сологубе меня поражала маститая монументальность. В словесности его поражали сухость и лопидарность, отделявшие его от других модернистов. Танеев ходил среди ему современных Джаншиевых так точно, как Сологуб среди нас. Джаншиевы, Бабарыкины, Гольцевы чтили Танеева, но разводили руками и посмеивались. Владимир Иванович чудак. Символисты, к которым Сологуб сам причислил себя, относились с почтением к более зрелому и казавшемуся старцем писателю. Но покашивались на него с опаскою. Поди-ка к Федору Кузьмичу, влети ты от него. Федор Кузьмич был упорен и тверд, как железо, стоял на своем. В 905 году он очень ярко откликнулся на расстрелы рабочих. Его жальщие пародии на духовенство и власть были широко распространены в Петербурге, без подписи, разумеется. Стоят три фонаря для вешенки трех лиц, середний для царя, а сбоку для цариц. Был обидчив. Я попал с ним в историю в шуточном тоне, сказавши о нем, будто он Далай-Лама из города провинциального, но подчеркнув, что писатель крупный, он тотчас прислал свой отказ от весов. Я писал, что в таком случае я ухожу из весов, чтобы мое присутствие в журнале не мешало ему числиться сотрудникам. И он сменил гнев на милость. Андреев, Куприн, Горько и Сологуб стали одно время четверка наиболее знаменитых писателей. Четверку эту провозгласила критика 1908-1910 годов. И гонорар, и пришедшая поздно известность пьянили почтенного старца, который, став юношей, внезапно развеселился и даже обрился. И в новой квартире, обставленной пышно, похаживал в синенькой чистенькой парочке, ручками в брючке со штрипками, в пестром носке. Он игриво цепочкой бренчал и таким круглоголовым счастливцем встречал в светлой зале гостей. Но почему-то тогда именно показался Тетеркиным. Я любил шутливые клички. Барышни от мелопластики щебетали роем вокруг новой знаменитости. Он в позе весны Боттичелли показывал самодовольную шишку и все лепетали. Богато и пышно. Он же в нос нам затеивал при всех веселую возню с ней юной женою, принимая с лукавым котенком барахтасы с нею, отчего делалось как-то неловко. Он стал вдруг необычайно общественен, вылез из норы. Его выбирали третейским судьей в спорах. Резолюции судьи строгие, формально справедливые передавали со шепотом. Федор Кузьмич полагает, третейский суд постановил. Мне далекое то время серьезно помог он, громким голосом на весь Петербург произнеся приговор, осуждающий поступок со мной Петра Струвы. Устроил обед. И на нем заседая, имея ошую меня, одесную критика Анечкова среди цветов, рыб и фруктов, как римский сенатор, которого мне не закон, произнес мне как писателю неожиданный панигирик. От этого сотряслися издатели Ляцкой, Некрасов и Гржебин, восчувствовали интерес к Петербургу, которым пренебрегали доселе. Писатели хором подтягивали, дело ясное, Федор Кузьмич полагает, и Струве вскрыл в руки свой лик. В 1911 году редактором русской мысли мне был заказан роман впоследствии Петербург. Я принял это предложение, полагая, что роман этим предложением его написать заранее принят редакции, Струве, придя от романа в ужас, а позднее еще, очень правонастроенный, он произнес приговор Блоку, Иванову Разумнику, Скифам и мне в такой форме, что я положил разорвать с ним всякое знакомство. Раз встретив с ним в Тео, я сознательно не подошел под поклон. Он моргал изумленно. Я видел растерянный голубой, ставший детским расширенный его глаз, на меня устремленный, как бы говорящий чего-то обиделся. Я спину подставил ему. Эта встреча в театральном отделе Тео Наркомпроса в Петрограде могла состояться не ранее января-февраля 1919 скифы группа писателей, участвовавших в двух альманахах скифы 1917 примечания редакции. Он ценил иногда резкость по отношению к себе. Кроме того, он менялся. Ставши лояльным, он работал давно уже в Наркомпросе. Испугал его мифический инженер или воображенный, всемогущий, деспотический, владеющий тайными техники. Он стал проповедовать пришествие в мир своего мифического инженера Антихриста к концу XX века. Мы все попадем в его лапы. Он стал появляться на лекциях мною читаемых, сиживал где-то вдали, и потом подходил церемонно, немного сконфуженно, с традиционным поклоном, с грудным придыханием. Милости просим ко мне. После трагической кончины жены он бобыль бобылем внушал жалость. Сперва погибла в небе его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская, потом бросилась в Москву реку сестра жены Александра Николаевна Чеботаревская, причина самоубийства обеих на почве психического заболевания. Этот крепкий старик вынес много страдания, он жил одиноко, себя взявшим в руки. Ствердя со сколько мог, он ушел с головой в дела союза ленинградских писателей как председатель его, хлопотал, председательствовал, поучал до самой смерти. Он справлял юбилей. Я спешил в Ленинград отчасти для того, чтобы приветствовать его от ВФА или Вольфилы Вольной философской ассоциации, существовавшей с 1919 до 1925 года, а также и от русских поэтов. Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувший мумиевидную голову белый как смерть. Вдруг пленительно зуб показав и отсутствие зуба, он руку потряс сердечно и облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой. «Ой, сделали больно!» и палец тряс сморщис. «Ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?» И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись фалдами фрака тряся, он сурово «Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно. Я имел каждый день удовольствие слушать его. Летом двадцать шестого года он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что Патти, не слыша, я как бы заочно услышал ее. Говорил о фарфоре, о строчке, о смысле писательской деятельности, о законах материи, об электроне. Его интересы расширились. Он перед смертью силился вобрать все в себя и на все отзываться. Иванов, разумник и я молча внимали тем песням. Он казался в эти минуты мне седым соловьем. До двадцать шестого года я как бы вовсе не знал сологуба. Он стал конкретней. В сорок три года казался разваленной, а став шестидесятипятилетним помолодел. Порой мелькало в нем в эти дни что-то от мальчика, Федя Тетерникова. Эдакой словесной прытии и непритязательной простоты я в нем и не подозревал. Каждый день к пятичасовому чаю за столом у Иванова Разумника вырастал старый астматик, несущий как крест свое тело больное. Он журил нас и хмурился. Потом теплел и добрел. На исходе четвертого часа словесных излияний уходил юношески взбодренный собственным словом. Он временно жил в детском в те дни у нас за стеною. В пустующей квартире ему сняли комнату. Он явился из Ленинграда побыть в одиночестве, вздохнуть летним воздухом. Бабуля привозили, устраивали на попечение Разумника Васильича Иванова. В четыре часа являлся пылающий чай в тихой квартире Разумника. В окна глядел доцветавший сирень. Соловьи распевали в задумчивом парке, где тени двух юношей Пушкина Дельвига. Тогда Разумник Васильич начинал стучать в стену и в ответ хлоп-хлоп входная зверь это Федор Кузьмич. И шаги и запых алибастровая голова лысой умницы белой как лунь в белом во всем появлялся к чаю. Садя за стакан он хмурел и поохивал. Тяжко дышать. Раздавались обидности, ездя ослы, полагающие так и эдак. Разумник Васильич пыхтя нос налево клонил, и пыхтя я нос направо клонил, потому что известно, какие такие ослы. Мы ослы. Чай откушав, старик просветлялся. С растерянной, ставшей нежной улыбкой сидял голубыми глазами на все и рассказывал точно арабские сказки о патии, о жизни, о строчке стиха. Так четыре часа он журкал каждый день. И бывало заслушаешься. И я его бегавший двадцатилетие улыбался с утра и думал «И сегодня явится сказочник Федор Кузьмич». Раз почти прибежал совершенно растерянный, моя постель проломалась. Пошли. И чинили пружину кровати ему. На этот раз к своему удивлению починил я, доселе умевшие лишь портить металлические предметы. Починивший ему постель, я, довольный собственной прытью, уселся перед ним, и он зачитал мне свои последние стихи, написанные в двадцать четвертом, двадцать пятом и двадцать шестом году, читал более часа. Смерть приближалась к нему. Он, не чувствуя смерти, помолодевшись, доброй улыбкой, которую я впервые увидел в нем, которой и не было на протяжении нашего двадцатилетнего знакомства, мягко меня выслушивал, без прежних придиров, заставляя читать ему стихи, читал свои. И вспоминал, вспоминал без конца свою молодость. Через год и пять месяцев его не стало. Сологуб скончался 5 декабря 1927 года, похоронен на Смоленском кладбище в Ленинграде. О ходе предсмертной болезни и кончине Сологуба Белого известил Иванов Разумник письмом от 7 декабря 1927 года. Примечание редакции. Религиозные философы. Дом Мурузи, малиново-красная мебель. Сидит Андреевской, поэт и присяжный поверенный, умница, кот седоусый. Не верю в безумие ваше, целует он лапочку Гиппиус. Все у вас ломание. Искренен вот кто кивок на меня, но зато он рехнулся, простите, ко мне. И приходит тернавцев, румяный, большой, красногубый и черноволосый. Садится и охает. Ведьма вы, вас бы сжег. Мережковские любят его и со смехом сжигают друг друга они. Появляется Пестовский, позднее поэт Пяст, первокурсник. Читальня Пестовской гласит внизу вывеска. В том же подъезде живет. Я позднее сошелся с ним. В этом году он еще вдалеке. Очень чопорный, нервный и бледный. Несет караул перед лозунгами символизма. Соловьева сидит с Динаидой Венгеровой. Минской Сологуб, Перцов, Бакст, Лунберг являются. Волжской почти каждый день. Нувель ходит. Гостиная мельки людей. Гиппиус вмешивается в социальные связи мои и таскают в редакцию вопросов жизни. Туда декаденты отрядиком ходят. Я брался на роль резерва. Булгаков, Бердяев, Аскольдов, Франк, Лоссской имели в тылу в своем армию с тяжелобойными отформирующейся еще только кадетской общественности. Журнал блок Мережковского с ними. Горсть новопутейцев съедала с идеалистами, перевалившими в идеализме через Маркса к церковным отцам мимо троп, на которые звал Мережковской. Боряса с Булгаковым последний звал на подмогу весовцев. Так римляне на Карфаген выпускали германцев, которых в чищобе ловили. Редакции вопросов жизни в те месяцы гомон, протесты, петиции, подписи, спор. Мимиограф Чулкова трещит, сам Чулков бледный, тощий, лохматый, бродою обросший зевесик. Зинаида Николаевна утверждала, согрела змею на груди, де, ни слова не верю, ей верить нельзя. Сосватов с Булгаковым Чулков передался врагу, де, их выдав, так что Мережковские были затиснуты в угол. Мощь, численность, деньги, умение полемизировать с идеалистами. О своем сложном положении между двумя редакционными группами в новом пути вопросов жизни Мережковскими с одной стороны и идеалистами Булгаков, Бердяев, Лоской с другой Чулков рассказывает в воспоминаниях годы странствия Москва 1930 примечания редакции. Пугал Булгаков Пугавшиеся Блока меня Зинаиду Николаевну Гиппиус Брюсова С Иваном и Мережковским он еле мирился был силой в редакции К нам поворачиваясь имел мину профессора экономиста Он по носу щелкнув статистикой сильно дручил либеральную теологистикой Вид он имел осторожный формально любезный зажал у себя в журнале он декаденту в кулак и не пикни показывал видом что знает где раки зимуют стонали с Бердяевым можно еще столковаться Сергей Николаевич не понимает ни слова Гиппиус с ним воевала и даже едва не разрушила Блок когда ее статью о поэзии Блока Булгаков решительно не пропустил Боря вы бы могли нам писать то-то и то-то кабы не Булгаков с ним каша не сваришь через два уже года Булгаков явился в Москву став профессором и заведя Суморозовой тогда Рачинский жундел Паф Булгаков он все понимает он тонкая паф 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 штука Борис Николаевич паф паф Мережковским не верьте Булгаков верьте он паф 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 был идейно враждебен а жестом и мягкостью был он приятен весьма несло лесом еловыми шишками запахом смол среди которых построена хижина схимника воина видом орловца курянина голову он заколачивал догмами в жестах которыми сопровождал свое слово иное несло свежим лесом стоической чернобородый философ мне виделся в ельнике плотничающим сквозь враждебные слова он мне импонировал жизненностью и здоровьем шел в паре с Бердяевым в эти годы и они появлялись вместе и вместе отстаивали свои лозунги уже потом раскололись обоих мы звали Булдяевы или Бергаковы начнешь Бул кончишь же Дяев начнешь Бер кончишь же Гаков в платформе журнала так именно было Бер дайте стихи дашь стихи зная Гаков не станет печатать чернявые они похожи манеры держаться и лицами не расплетешь Бул 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 с плечами покатами среднего роста с тенденцией гнуться бородку чернявую выставит и теребит ее нервно застегнув сюртук на одну только пуговицу яркий свежий ядреный румянец на белом лице и он всхлипывает до пунцового когда прорежет морщины его белый лоб нос прямой губы тонко пунцовые глаза как вишни бородка густая чуть вьющиеся что-то в нем от черники и вишни к нему подбегает с растерянным видом ржавенькой маленькой лысой в очках лоской Булгаков наставится ухом на лосского глаза уходят в свое головою поставленный на бок на ухо наматывает глаза бегают остановились как вкопанные и морщина прорезалась внял отвечает со сдержанным пылом рукой как отрезывая а другой теребит бородавку и чувствуешь воля упорство сутула на слове качается мешкотно тоном и взором косится на гипиус резок одернув себя законфузится смолкнет усядется гладит бородку глаза точно вишни его дополняет кудрявый чернявый бердяев он падает лбиной в дрожащие пальцы стараясь чтобы язык не упал до грудей говорит не другим о себе карандашиком точно испанскую шпагу и тыкается проводя убеждение все что не есть в этом мире коснело в ошибке и сам господь бог в ипостасе отца ошибался тут именно до сотворения мира пока карандаш николая бердяева не допроткнул заблуждение я николая бердяева со ипостасно с христом сказав это откинется кресло трещит мережковский раздавлен булгаков забил в бородавку жуковской издатель мотается шарфом доволен волжской кудластый очкастый сквозной нервно-туберкулезный в очках золотых потрясает своей бородище под впалую грудью и лесом волос на сутулах плечах блок балдеет в тени мимиограф чулкова трещит и трещит в голове у меня посещение редакции в воспоминаниях этого времени связано мне с ураганным налетом свинтицкого эрна вернувшегося из швейцарии от вячеслава иванова на дом мурузи они прилетев из москвы на послание отцов иерархов расстрел покрывающие ураганом носились по питеру и предлагали булгакову розанову мережковским и перцову свой манифест подписать христиан радикалов свинтицкой хотел самолично явиться в сенот чтобы бросить эту духовную бомбу в отцов мережковской призвав карташова философова выслушал этих апостолов мучеников порешили собраться у перцова в полярояле он жил там чтобы дообсудить призвав розанова тернавцева всего в те годы таинственного никодима томящегося в ортодоксии и немогущего с ним разорвать антиномия меж мирочувствием новым и мировоззрением ветхим розанов нагло помалкивая блистая очками коленкой плясал он осведомился приблизгливо свинтицкой поляк вы эрн немец по происхождению да поляк с немцем и выплюнул по отношению к синоду навозная куча была и осталась раскапывать вон подымать навоняет в нос всем и только тернавцев был внутренне в церкви а розанов силился блеском церковных лампадочек иллюминировать акт полового сожития и тем не менее чернобородый большой крепкотелый тернавцев и рыженькой маленькой слизью обмазанный розанов сев в одно кресло друг друга нашлепывали по плечам и называя друг друга Валию Васию пикировались без злобы проект Валентина Свинтицкого со всех позиций разобранный был отклонен Карташовым философовым как героизм совершенно бесцельный и вредный срывающий подготовление к борьбе Свинтицкой и Эрн уже отделались от Флоренского видевшего что затея их ни к чему Эрн использовал свои познания по первохристианству Свинтицкой фальшивый свой пыл оба молнию свели на Волжского и на Булгакова Волжской кудластый сквозной нервно-туберкулезный в очках золотых потрясал бородищей над впалую грудью и лесом волос на сутулых плечах небывалое знамение новый пророческий тип дас мистического радикала он зубы показывал и нам доказывал что радикал Свинтицкой ценней Августина пленным таким радикалом он скоро примчался в Москву нес сутулые плечи и чахлую грудь сквозь квартиры с евангельской вестью запомнилось как он копную волос потрясал у меня в кабинете стуча пальцем в стол а вы думаете что они не сумеют огня низвести низведут а Сергей Николаевич Булгаков держась осторожнее он тоже явился к пророкам в Москву придовольно бородку оглаживал слушая речь такие огонь низводящие или правдивец свинтицкой сопящий потеющий с видом звереющим эрн или варнава дубовый тяжелый бескусно отчетливый полкообразный стак значить так значить доказывали что огонь низводить весьма просто коли деньги есть шрифты куплены и прокламации с черным крестом напечатаны несколько шалых эсеров да барышни с курсов гире да какие-то раздираемые противоречиями полубомбисты да несколько батюшек внимали песни свинтицкого не видели корень всему психопатологии или болезнь самотерза сменяемая пароксизмами чувственности и ложь ложь почитатели принимали подлог но я возмутясь однажды попер на причистенку где обитали пророки средь неразберихи предметов в пылях при огромном кресте в человеческий рост свинтицкому себя называвшему голговским бацнул ложный пророк на гипнозе работающий он же перекосившись вдруг разразился бычином подревом с притопами слезы ручьем я испуганный сам чуть не в слезы белясый же эрн ели розовыми пятнами злого больного румянца лицо как моченое яблоко глаза на выкате только вздохнул с укоризненной кротостью поняли оба позднее мы рыки и громы с проклятием король козырной туз рыдание мог в три ручья заливаться в любую минуту скандал разразился позднее пророк книгу выпустил кажется под заглавием антихрист в которой рассказывал как он обманывал эрна как не был совсем македонии где боролся за вольность и книга лишь поза болезнью смягчить грозных мстителей за оскорбленную честь эрн был книгой убит а булгаков раздавлен по воле судьбы я присутствовал при тяжелейшей картине когда заседали в каком-то унылом углу при свинтицком рачинской булгаков эрн я как попал на судилище эдакое позабыл эрн напомнив чахоточную институтку болезненно хлопал глазами булгаков нахмуренный очень спокойный лишь с виду свинтицкому ставил вопрос за вопросом тот рявкал картава вдруг грянул стенанием слезой с передергами я со стаканом воды на него но булгаков с убийственным холодом вышел из комнаты с эрном свинтицкой хватался за сердце сипел умирал когда же я вышел булгаков мне бросил все лжет эрн болел от волнений пророк провалился ни слуха ни духа так блок двух священных студентов с почтенными профессорами на почве сведения огня оборвался в трагическую оперетку эрн выздоровел стал трезвый в магистранском обличии книги писал выступал милый в личном общении был дубоват грубоват в своих дурьих полемиках нас ужаса и корявым строением фраз рубом длинной руки пучеглазьем и невозможнейшем значить я здесь отступаю от темы бросая взгляд в будущее провал братства конец уже года провал Валентина Свинтицкого еще позднее но мне провалился он ранее в Питере где и наладила связь между братством борьбы и вопросами жизни Булгаков тогда возмущавшийся лирикой Блока пал в ноги Свинтицкому уже в эпоху проклятия его всего более лирику Блока ценил Усмиренный В те годы мне важным параграфом мировоззрения значилось дружба сердечность под дружбою я разумел Гиппиус а под сердечностью Блоков в Зинаиде Николаевне было мало сердечности дружба но сквознячок ледяной пробегал Мережковской метая помпоны мишнами и я бежал к Блокам а трое людей Любовь Дмитриевна Александр Александрович и Александра Андреевна мне стали родными измученный прями я жаждал покоя и вот раздавался напев нет вопросов давно и не нужно речей Александра Андреевна однажды взяв за руку мне поморгала да как вам без нас ясно просто естественно Гиппиус пятила нижнюю розовую свою злую губку выпуская дымочек стыдились бы взрослый а бегает к своим Блокам хлыстовщина рявкала Мережковской постой Дмитрий Гиппиус с новым дымком не туда нет же не понимаю я Блок молчаливый жена его тоже ну что вы там делаете Зина Борю замучаешь Боря не слушайте к Блокам идите себе перешлепывал философов нет Зима зачем ты нерволишь ведь это же что-то и где-то они в пустоте завиваются и дебатируется отпускать меня к Блокам или нет я же мимо дверей коридором и вижу бывало кусок темно-красных обой на них белую гиппиус только что взявшую ванну перед зеркалом чешущую водопад ярко-красных волос закрывающих плечи лицо руки грудь и бывало из гущей волос застреляют ее изумруды опять я в передней задвижка защелкнута мим швейцара свободен вернусь только вечером из-за дымка голубого услышь сейчас знаю не объясняй измотался украдкой удрал а вернешься влетит тебе тата и нато запрут ключ в карман возвращаешься гиппиус едко что делали с блоком гуляли и что же ну там в пустоте завивались пожалуй что так удивительно а политичность мы вот обсуждаем а вы там гуляете знаю наверное нас предаете любили все громкое коленепреешь от трех и до трех предаешь я бывала литейном нева мост каналы ветра вот издание казенного вида в воротах стоит часовой сирый двор большой корпус где двери квартир открываются на коридор светлый в окнах вот войлок блистает доска франц фельксович кублицкой пиоттух открывает денщик дома дома пожалуйте завтракают раскрываю гостиную дверь где светлеет в окне кусок льдов перерезанный четко густым листолапом растением который все поливала бывала хозяйка и лоск бледно-желтых паркетиков мебель зеленая старых фасонов мишни невысокие шкафчики красного дерева переплетенные томики глянется рояля свет тишь чистота александр александр шапкой волос перерезывает освещенные стекла он с белой столовой салфеткой в руке в черной мягкой рубашке из шерсти без стали пояса шея открытая воротничок отложной белый мягкой он выглядит байроном тени лежат на лице протонченным и белым загар отлетел точно перерисован со старой гравюры он боря бросает в столовую она поменьше оклеена ярко-оранжевым стол скатерть завтракают золотая головка Лидии Дмитриевны в розовато-зеленом капоте под красную тальмочку Александра Андреевна трепещет вот худенькая в невоенно сидящем мундире фигурка склоняет в тарелку свой нос как у дятла и дергают узкую черную спроситью бороду слабой кослявой рукой глазки кроткие черные не без лукавости отчим Александра Александровича Франц Феликсович Боря с сухой жестковатостью блок мне рассказывал таки не любит меня но я видел уступчивость в мягком полковнике Францик же вспыльчивый мне Александра Андреевна он может пристрашно кричать хоть отходчив Лидия Дмитриевна с ним дружила я думаю разности бытов столкнулись профессорский сын да и внук и служака немного испуганный в собственном доме что он не поэт а полковник при всех положениях улизывал в двери деленькой шпорой ущелкивая лакированными сапогами Александр Александрович вычерняясь бывало рубашкой и шерсти сажает его голова как камея на фоне оранжево-ярких обой вызывала подчас впечатление портретов Гольбейна серебряно-серая черная ярко-оранжевая Франц Феликсович нос как у дятла роняя в тарелку старался не слушать крепчайших намеков что он где солдат занимался котлетой своей Александра Андреевна бросала сконфуженный глазик на Францика свой кружевной разговор поднимая смущая подобием спокойной Ольги Михайловны Соловьевой родственницы вы слабеющим но заползающим голосом Боря почти нигилист на дыбы нет позвольте как с Ольгой Михайловной Лидия Дмитриевна Александр Александрович встав ведут на свою половину она состояла из спальни и из кабинетика весь кабинет занимали объемистый письменный стол полированный красного дерева мягкий диван вдоль стены при столе широчайшее кресло в котором сидел Александр Александрович при деревянной резной папироснице кресло и стол у окна Любовь Дмитриевна собиралась комочком с ногами на кресло склонив свою голову в руки которыми крепко в обхват зацеплялась за кресло любимая поза а я на диване окно выходило в пустой коридор его блоки заклеили сине-зелено-пурпуровую восковой бумагою изображающей рыцаря с дамой и днем свет проникавший сквозь стекла бросал пестрый отблеск на розово-зеленоватый капот Лидии Дмитриевны и на пепель на рыжей кудре Александра Александрович как витраж статный грустно откинутый в тени и красные блики молчал растерявшись глазами светлявыми свет незабудок и воротничок отложной широчайший весьма обрамлял лебединую шею казался мне Байроном перерисованным заново глубже чем летом чернели круги под глазами едва вловимые складки у глаз и у губ развалявся на диване я думал никто не спугнет тишины и не шмякнет помпон Мережковского в ухо мне слушал молчание блок выпуская дымок в потолок тоже слушал молчание что-то беспомощно милое точно письмо его мне отвечавшее на подношение возврата недавно игрушку прислал мальчик мальчику к елке о чем говорили об очень простом я о лекциях Трубецкого а он о профессоре Шляпкине был у него интерес к мелочам он всех помнил Рачинского Эртеля Батюшкова в тоне нежный сквозь юмор к людской косолапости его мутило от сплетен шумих болтовни он в те годы сидел домоседом его называли балдеющим мистиком и обвиняли в апатии отблески страшной годины России ложились уже на него был готов к баррикаде скорее чем к спору с Булгаковым в людной редакции где мимеографом громко оттрескивал чулков где являясь тускнел перепуганный бледный довольствуюсь что еще терпит его у себя потопатывая склонив голову на бок острил знаешь идеалисты толкаются всюду приходят как стадо топиров топочут калошами толстые грузные давят косятся на гиппиус а декаденты костистые бледные юркие злые сухие представилась стадом слонов навалилися идеалисты и ставят тушканчиков нас мимо них пырск 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 ну как Дмитрий Сергеевич с корицами в пледике сказки читает ну как синий Дима Антон еще с ведьмой на шее общественность блока свершалась не там где свершали ее Мережковские пересекались мы в ней но пока еще вовсе без слов нет больше домашнего очага двери открыты на вьюжную площадь наше общее поприще пустой рынок где воет вьюга исторический процесс завершен смерть зовет как будто тревожно бьет барабан действительность проходит в красном свете зажженные со всех концов мы крутимся в воздухе залегло неотступное чувство катастрофы вот грянет гром будет кровь топор и красный петух есть Россия которая вырвавшись из одной революции жадно смотрит в глаза другой вот над чем молчал блок от 905 года до 1914 все цитаты из статей писанных до мировой войны человечество пойдет на бой символическая драма проповедь роковой развязки мы призываем всех под знамя социализма мы должны восстать и струны лиры натянуть на лук тетевой мертвец восседает над жизнью не должна ли взорваться вся наша жизнь человечеству грозит смерть проваливается культура взорваться средства не погибнуть наша жизнь безумия на черный горизонт жизни выходит что-то большое красное вот что было предметом моих дум 1905 года в них мы пересеклись с блоком все цитаты из арабесок статьи написаны от 1903 до 1909 года примечание автора бывало посмотрит привстанет ко мне подойдет ну пойдем я тебе покажу переулки ведет от казармы кривым переулком наполненным людям бредущим от фабрик мелькали измученные проститутки мигали харчевни разглядывал это позднее ландшафт переулков увидел в нечаянной радость стройный с лицом розовеющим в шубе и в шапке мехастой он щурис оглядывал отблески стекол рабочих с кулями ворон этот взгляд был летучим непристальным видящим целое гиппиус дерзко втыкал с глазами как иглони вот он меня остановит и взглядом своим переулок возьмет захудалая жизнь очень грустно они мережковские не замечают а вещи глядели уже в феврале октябрем ну пойдем и запомнился красный морозом нащипанный нос он глядел себя в ноги запрятавши руки в карманы бывало пылающий яхон торчит над забором и нет его клочья вишневые в зелени неба не вы нежно-розовый снег приведет и под локоть усадит и не тороплив возьмет папиросницу выкурем раз ей взмахнул я откинулся он засмеялся ты что а ты нет почему ты смеешься а ты почему испугался рассказывал много о встречах с отцом как его тяжелят эти встречи о друге своем композиторе Панченко Панченко думает Панченко темный но Панченко острый так мне оживает он братом без идеологии даже без дамы своим тихим глядчиво бережным и оживает наш месяц тишайших покуров легко чуть-чуть грустно как будто прощание надолго один месяц единственный Саша и Боря не белый и блок а когда на перроне вокзала мы с ним обнялись то в Кремле прокатился грохот бомбы Каляева и разлетелся на части Сергей Александрович 4 февраля 1905 года в 3 часа дня СССР Каляев совершил террористический акт на Сенатской площади Кремля убийство разрывной бомбы великого князя Сергея Александровича 5 февраля Белый возвратился в Москву примечание редакции Москва А Москва волновался митинговали везде начинались банкеты в богатых домах буржуазия требовала для себя всяких прав Соколов упражнялся рыкающий лев в благородном собрании писал я ликуйте пьяные друзья над распахнувшуюся бездны и вдоль оград тротуара вдоль скверов частый короткой треск револьверов цитаты стихотворений белого похороны 1906 входящего в пепел примечание редакции писал блок так негодует все что сыто тоскует сытость важных черев ведь опрокинута корыта встревожен их прогнивший хлев цитаты стихотворения сытые 10 ноября 1905 года блок собрание сочинений в 8 томах том 2 примечание редакции в особняке у Морозовой митинговали здесь присяжный поверенный сталь выступал посещал я иногда и приватные лекции здесь устраиваемые слушая профессора Кизоветтера и обучаясь конституционному праву у маленького Фортунатова эта последняя лекция читана Морозовой ее сестре Востряковой Скрябиной кто еще слушал не помню в Морозовском доме Раилис Эздеки организующие сакадеты профессора и адепты уже сформированного христианского братства борьбы весной явились здесь Мережковские Дмитрий Сергей читал лекцию в пользу каких-то организаций я застаю в кружке моих близких товарищей сильный сдвиг влево Элис ушедший от своих прежних как он любил выражаться нелегальных связей возобновил эти связи все чаще и чаще я слышу о Кларе Борисовне Розенберг с которой он в то время как мне казалось дружил она была интересная дама у нее бывали профессора и социал-демократы ее симпатии были к Эздекам мы с ней познакомились осенью я от Элиса слышал в те дни имена Череванин Громан с которыми он где-то видался но симпатии его лежали к экстремистам Киселев оставаясь по виду таким же спокойным уткнувший свой нос в инкунабулы и говорящий о каталоге к каталогам вдруг прикладывал палец к протонченному профилю и трещал басом что-нибудь вроде надо захватить в руки городской водопровод и склонял бледный нос над столом с видом старого архивариуса из щелей как вода в наводнении подымался протест и месть за расстрелянных сжимала горло мне Элису Петровскому Соловьеву Элис организовал у Христофоровой ряд вечеров в пользу ссыльных быть может в то время быть может позднее являлись ко мне и к нему два рабочих как помнится что металлисты лишились работы один синеглазый блондин а другой темно-карий худой в тертых шляпах заплатанных куртках у них была пара сапог одно время когда в сапоги облекался один то другой оставался без обуви голубоглазый был страшный фанатик другой философствовал о символизме мы с Элисом что-то такое устроили в пользу их группы и жаркие споры затеивали символизм буржуазин нет вы ошибаетесь чем вы докажете логикой то есть тем средством которым доказывает науки докажите нам буржуазно наука буржуазна как так в нашем строе изменится все и понятие да восприятие как же иначе раз брюсов летел когда мы разгласили в споре стал молча весьма напряженный с намоченным лбом склонив черный свой клок бороды ухватившись руками за спинку тяжелого кресла и выпучив красные губы он вдруг как петух протянувший пернатую шею чтобы прыгнуть в центр спора не помню чем он удивил только он удивил и задорно поглядывал перегибаясь через спинку тяжелого кресла фанатик став красным мотал головою обиженно нехорошо говорите по возвращению из петербурга я сперва знакомлюсь с морозовой а потом учащаю посещение особняка ее угол смоленского бульвара и глазовского смерть ее мужа начал для нее новой эры до нее она дама с тоскою по жизни а после в швейцарии деятельная ученица скрябина даже отчасти в одном лишь этапе последовательница вернувшись в москву она в попыхах в поисках идеологии часто нелепых но часто и колоритных в ней Ницше Кант скрябин Владимир Соловьев встречались в нелепейших сочетаниях будучи совершенно беспомощной не умея разобраться ни в одном из идейных течений которые подняли в ней вихрь вопросов без возможности ей разрешить любой она с какой-то ненасытимой жадностью устраивал тет-а-тет-ы с Лопатином Хвостовым Фортунатовым мной Борисом Фохтом женой его пианистской Фохт-Сударской водившей с СССРами у Фохт я познакомился с Фондаминским еще гимназистом и выслушав этот ряд людей устраивал тет-а-теты с Рачинским Эрном Свинтицким после чего у нее появлялись и Милюков и присяжный поверенный Сталь демонстрировавший в те дни свое сочувствие меньшевикам что делалось у нее в голове после интервью с лидерами всех течений не постигаю я ее помню в разговоре с многими разговор с каждым кончался ее полным согласием с каждым выслушав например декадента она вспоминала что-нибудь из напетого ей противниками декадентства и приводила это возражение не от себя а от что говорят разумеется возражения такого рода уничтожались мгновенно перед ней Лопатин уничтожал ей довод от Андрея Белого Белый доводы от Лопатина разговор неизменно кончался беспомощным да-да конечно да-да конечно слышал вероятно и присяжный поверенный Сталь он может быть базировал на нем надежду получить помощь для меньшевистской пропаганды увы отсидев со Сталем она отсиживала с Милюковым разбивавшим ей доводы от Стали будущие кадеты переполнили вдруг ее гостиную с князем Львовом и графиней Бобринской но кадеты исчезли через несколько месяцев религиозно-философская общественная тенденция Евгения Трубецкого с кругом друзей Евгения Трубецкого Рачинским Булгаковым Эрном стала господствующей в ее салоне с конца 1905 года весной 1905 года она искала самоопределение или вернее искала чтобы ее самоопределили дом ее весенний месяц напоминал арену для петушиных боев Фортунатов и Кизоветтер читали ей лекции о Конституции но и бундисты сражались социал-демократами меньшевиками я был на одном из таких побоищ кончившихся крупным скандалом едва ли не с приподыманием в воздух стульев скоро московские власти строго ей запретили устраивать домашние политические митинги с продажей билетов устраивались литературно-музыкальные вечера мы с женой Бальмонта устраивали лекцию приехавшего Мережковского в пользу нелегальных исчез самоопределение и не будучи в состоянии решить в какую сторону направить ей интересы в сторону ли искусства в сторону ли философии в сторону ли общественности она приглашала несоединимые вне ее дома не встречавшиеся алименты для дружеских интимных чаев с музыкой и разговорами играли на рояле сударская фохт жиляев чаще всего скрябина первая жена композитора с которой она дружила так-то и случилось что я стал встречаться в ее салоне с людьми досили меня ненавидевшими профессорами Лопатином Хвостовым Сергеем Трубецким Фортунатовым Кизоветтером и так далее одновременно гонимые Лопатином Фохт с Кубицким брали приступом ее сознание преподавая ей три правила категорического императива или Евангелия от Канта поскольку она интервьюировала меня я разумеется проповедовал ей новое искусство и раздавалась мягкая грудная контральда да-да конечно Кантианцы скоро обманули в своих надеждах издательницей Кантианского журнала не стала она благоволение ее к Канту кажется ограничилось рефератом Фохта под заглавием Кант старик Лопатин победил в тот период всех философов другого толка салон Морозовой функционировал до самого моего отъезда за границу в 1912 году он сыграл видную роль в новой моде на скрещение нескрещаемого соединение несоединяемого мода длилась весь период от 1905 до 1912 года из нее выросли и чудовищности культурно-бытовой жизни которые став мне поперек горла в 1910 году заставили меня в 1912 с Москвой ликвидировать когда я потерял способность выносить винегрет из дам венецианского стиля платьях старцев декадентов философов школы риккерта внедрявших сознание ласков и христианцинов поклонников старых икон среди которых появился золотобородый румянокожий матис слишком долго зажившийся у щукина его катали в Москве как сыр в масле салон морозовый с 1905 года открывал новую эру высококультурного будущего которое стало мне глубоко притящим позднее пока тянуло в него новизной остротой себя ощущения помилуйте лопатин сей тигр кидающийся на тебя во всех прочих пунктах Москвы лютый враг в уютной гостиной морозовой тигр в наморднике намордник маргарита кириллова с ласковой улыбкой встречающая и его и тебя маргарита кирилловна создающий такой стиль что кроме приятных улыбок нас друг другу под музыку скрябина нельзя себе ничего иного позволить будучи совершенно беспомощна в умении разобраться в течениях мысли искусства науки общественности морозова обладала огромным умением мирить и приучать друг другу вне ее салона непримиримых и неприручаемых людей и в этом отношении роль ее сказалась впоследствии лопатин имел слабость рассказывать страшные приключения он был трус и со свойственной трусом слабостью собирал рассказы о привидениях таинственных убийствах и так далее позвав его позвав меня она заставляла старика нагонять на нас страх старик рассказывал мастерски и вот на почве этих рассказов мой недавний гонитель вынужден был переменить стиль своего обращения со мной раз у Морозовой надо приятно улыбаться белому то неловко же за порогом дома кидаться на белого это сказалось позднее на моем реферате у Морозовой на тему будущее искусство кажется в 1908 году профессора рвавшие и метавшие по адресу белого возражали мне в приятно академическом тоне и не без комплиментов лопатин доселе лишь надо мной издевавшиеся вдруг завозражал по существу евгений трубецкой на треть соглашался с моими тезисами даже неокантианцы не столько спорили сколько обмельюлись мыслями со мной только мой в то время друг любивший меня как художника шпет иронически отнесясь к вынужденно паточному тону между седыми профессорами и непричесанным скандалистом в той эпоху гремели мои скандалы в кружке нанес позиции моей удар жесточайший и после реферата дразнил меня это я нарочно зачем надел ты из приличия философский фраг он тебе не идет если бы ты выступал без защитного цвета я бы тебя поддерживал защитный цвет тон необыкновенной культурной вежливости и терпимости к позициям друг друга который впервые установила Морозова между университетскими кругами и символистами и факт характерный в эпоху когда Сергей Яблановский поливал нас вонючей бранью из русского слова Игнатов из русских ведомостей уничтожал с большим приличием но с не меньшей злостью когда Гучковский голос Москвы опрокидывал на нас уже прямо ассинизационные бочки издевала Стеффи из речи Измайлов же Саша Черный и прочие писали пародии когда то я то Элис попеременно бацали с Кружковской арены по адресу всей прессы выражения вряд ли допустимой и в полемике при встрече нас символистов с лопатинами Трубецкими Хвостовыми Котлеревскими господствовало благорастворение воздухов правда от него-то я и бежал позднее из Москвы конечно в роли умерителя сварой между стариками и молодежью профессорами и художниками символистами в среднем левонастроенными и серединнонастроенными кадета подобно настроенными вырос около Морозова ее старинный знакомец Рачинской подтаскивая Трубецкого ко мне заставляя его вникать в мои стихотворные строчки он тащил нас упиравшихся главным образом Метнера и меня к Трубецкому как к человеку в позиции их непримиримость оставалась в таком же духе на меня позднее влиял Гершинзон так и сложилось что сотрудники будущего издательства Путь Гершинзон Трубецкой Булгаков Бердяев Рачинской и члены редакции будущего Мусагета я Элис Метнер Степун Яковенко и так далее зажили в натянуто дружественном но тайно враждебном по устремлениям соседстве в 1912 году у меня лопнули отношения с путем и появилась глубокая идейная трещина между Мусагетом и мною бежав от всех и вся за границу я там переживал одновременный разрыв в Срачинским Морозовой Эрном Булгаковом Степуном а потом и с Метнером Элисом эпоха примирения привела позднее глубочайшим обидам весной 1905 года получаешь бывало тяжелый синий лиловый конверт разрываешь на толстой бумаге большими красивыми буквами четко проставлено милый Борис Николаевич такого-то жду посидим вечерком М. Морозова мимо передней в египтском стиле идешь зал большой неуютный холодный лепной гулок шаг мимо в очень уютную белую комнату усланную мягким серым ковром куда мягко выходит из спальни большая большая сияющей улыбкой Морозова мягко садится большая на низенькой малой диванчик несут чайный столик к ногам разговор обо всем и ни о чем в разговоре высказывала она личную доброту мягкость она любила поговорить о судьбах жизни о долге не впадать в уныние о владимире соловьеве о нитше о скрябине о невозможности строить путь жизни на канте тут же анекдоты о кубицком о скрябине моющем голову собственной слюной чтобы не было лысинки о вячеславе и вячеславе и вячеславе и вячеславе с ним маргарита кирилл в швейцарии познакомилась до меня в трудные минуты жизни маргарита кирилл наделала усилие меня приободрить и вызывала на интимность у нее были ослепительные глаза с облеском то сафира то изумруда в свою белую тальму бывало закутается привалится к дивану и слушает и бывало мне метнер нет-нет маргарита кирилл только к исходу четвертого часа оттаивает сперва светская дама потом лишь хозяйка потом перепуганная путаница наконец-то эти пласты пробуравишь в ней мы звали в шутку ее дамой с султаном огромного роста она надевала огромную шляпу с огромным султаном казалось тогда великаншую если принять во внимание рост тон хозяйки салона то она могла устрашить с непривычки кто бы мог догадаться она пугалась людей потому что за вычетом всех заемных слов она была немая без слов в ней жив был лишь жест весной 1905 года мороза у меня предстало как знак от которого больно сжималось сердце напомню читателю мои жизненные силы надорвались в личной драме переживаемой на протяжении всего 1904 года и в этом же году перепутались во мне все широкоохватные стремления в какой-то нерасплетаемый узел личная дружба с представителями кружка арго на котором год назад мы отплыли к новым берегам культуры не могла меня утешать после того как я увидел всю этот коллектив из чудаков в фалангу твердых бойцов никакого кружка и не было там где были столкнуты несколько кружков в беспорядочную кучу уж какие там новые берега коленобор торго сумасшедший элис затащил астрова присутствие которого ознаменовалось тупейшим ничтожнейшим сборником свободной совести где столкнулись такие ничем не соединяемые люди как элис котляревской бобринская элис устроил нам этот в крупном масштабе конфуз сам готов был бросать бомбы а втащил таки в наш круг астрова и после удивлялся как это случилось тоже во всех плоскостях мои дерзания разбить философию канта окончились в этот период семинарием по канту советами фохта мне изучать так-то и так-то мое желание по-своему осветить историю религиозных символов окончилось тем что Мережковские пользуюсь моей депрессией и неврастении на полтора года оседлали меня и я по слабости воли не мог свергнуть с себя это иго меня бы изъять от людского общения в санаторий дать отдых чтобы хоть немного очухаться а тут по приезде из Петербурга раз-раз вызов на дуэль со стороны Брюсова о чем ниже и целый салон Морозовой опрокинутый в сознание ни времени ни возможности ни физических сил не оказалось чтобы всему этому противостоять ведь мое искание дружбы простой человеческой ласки определили и особенности отношения к блокам и шутливые игры у Камина с Гиппиус Лопатина и других воспринимал я не как друзей не как врагов а просто как забавные силуэты на обоих уютной комнаты мельк людей как кино но я не хотел еще себе в этом признаться самопознания не было и я тщетно тщился обосновать необходимость мне встречаться с людьми в конце концов это было полным банкротством синицы обещавшей поджечь море вместо этого пойманной в клетку в которой она билась более чем пять лет великие порывы с этой весны какие-то беспомощные биения пленника имеющего рой друзей и чувствующего себя в одиночестве появление вторичное старцев на моем горизонте старцев которые меня прокляли в 1908 году я ж их ранее во всяком случае означало что такой-то цикл завершен этот цикл оплотневал в течение пятилетия с 1910 лишь года я начал сызного как умел пробивать стены своей тюрьмы оттого и идеологические высказывания мои за этот период какие-то путанные приводя их я хочу дать почувствовать и читателю витиеватость моих тогдашних высказываний я считаю что в этот период измеритель моих переживаний единство лирика не статьи стихи же писал я редко они вошедшие в книгу пепел не соответствовали ничему из того что окружало меня в них не отразились ни Мережковские ни Салон Морозовый ни кружок аргонавтов но в них отразилось мое подлинное я темы пепла мое бегство из города в виде склокоченного бродяги грозящего кулаком городам или воспевание каторжника этот каторжник я привязанность молодость дружба промчались развеялись сном один многолетняя служба мне душу сдавила ермом 1904 год так писал я из-под комментариев канту прений у астрова выслушивание витиеватого дольгейма все это служба и она ермо или здесь рушус в ночь я рушус в провалы дня клочья в южные бросятся скоки минут уносятся не унесут меня 1905 год в другом стихотворении я пишу как мой двойник глядящий в зеркало ломает безысходной муки в зеркальной в ясной глубине свои протянутые руки и та же тема бегства в поля от всех и вся стоит надо всей поэзией пепла или эпохой 1904 1908 годов она начала с возгласа я покидаю вас изгнанник моей свободы вы не свяжете бегу согбенный бледный странник мерзолотистых хлебных пажитей бегу от всех блоков мережковских брюсовых аргонавтов кантианцев религиозных философиков салона морозовой и кончается эта лирика тоски и убега уже в 1908 году угрозами по адресу праздноболтающих дождливая окрестность сяки сяки их мглой прилипни неизвестность к их окнам ночью злой глухо задавленный в выявлении второй мой голос голос озлобленного бродяги замученного в тюрьме и слышал Элис когда развивал он фантазии своей о моем черном контуре будто убежавшим от меня самого дело в том что я сам был уже не сам сам сказался позднее когда рассорившись со всеми салонами исчез на 4 года из московской тюрьмы это было в 1912 один из симптомов весны 1905 года для меня появление у меня на дому композитора Сергея Иванович Танеева брата Владимир Иванович Танеева раз на моем воскреснике собралось особенно много гостей вдруг звонок и и и натыкаю с передней на яростного осмеятеля символистов заседавшего в кружке старых дев и старых холостяков которых центром была квартира Масловых почтенный профессор теории музыки автор Аристеи и знаменитого сочинения о контрапункте который и Вагнера не допускал в музыке а не то что нас явился собственной персоной без зова в гнездо символистов я даже присел от изумления он очевидно сконфузился но тотчас расплакался громким смехом а я к вам все Танеевы плакали смехом единственным связующим звеном между мною и другом Чайковского и Николая Рубинштейна Мишенька Эртель Сергей Иванович Танеев знал меня только маленьким Боренькой это было лет восемнадцать назад над Андреем Белым Танеев глумился как надрывал он живот над стихами Брюсова и Бальмонта и вот коллекционер чудаков сам чудак появился и он среди нас по линии чудачества а не идеологии не без смущения ввел его он же чернобородый довольный широкой уселся и перетирая ладони бросал красный нос на того на другого от всякого слова всхахатывал с громким плачем ха-ха очевидно он шел к нам как в цирк я не знал обижаться на этот заход или принять его но как-то так повернулось что смех его был благодушен он в спор перешел в мягкий спор обнаружился ряд интересов связывающих Греция ритми скоро уже стали мы посещать его вторники Элис я батюшка Эртель Соловьев жил он в Гагаринском в особнячке Танеев встречал с добрым смехом с любовью с сочувствием явным к чудачествам нашим он музыку даже писать собирался к стихам Соловьева Саул к стихам Элиса его нянюшка некогда им приковарно убраться похищенная ее знает история музыки Никиш ей письма писал мне известное с первых младенческих лет появилось за чаем как знак что омега есть альфа круг сомкнут Танеев бывало смеется нет вы объясните ничего не пойму да позвольте позвольте ему объяснишь поймет и примет к сведению сидит выпрямившись свой почтенный живот на нас пятя руками в колени склонив на бок голову и уж морщина внимательного напряжения перерезает большой его лоб он считается с доводом часто под форму шутки он ставил серьезные вопросы на них ожидая ответов ему импонировали если не убеждениями то независимостью он скоро разорвал все с Сафоновым консерваторию бросив он в нас ценил то что карьера для нас есть ничто я позднее получил от него ряд ценнейших мне нужных письма указаний когда приступил к своей ритмике он заканчивал труд своей жизни том по контрапункту к нему приходили как помнится мне померанцев еворской и сабанеев бывал старик маслов товарищ чайковского по правоведению белый как лунь собирались к санееву в пятом часу ждали к вечеру будет нам баха играть часов в семь он садился играл изумительно час полтора вскоре встретились мы в доме песни и даже позднее работали вместе в жюри изучавшем внимательно 56 переводов прекрасного цикла прекрасная мельничха дальгейм собиралась по-русски пропеть этот цикл жюри конкурса критики Энгель Кашкин Семен Кругликов три композитора Метнер Танеев и Греченинов и три литератора Брюсов Корж Я Брюсов скрылся а Корж заболел Я один представлял литераторов Споры возникли Я выдвинул с Метнером один перевод Трое критиков и Греченинов другой Спор был яростный Метнера да и меня обвиняли в отчаяннейшем модернизме Танеев молчал Сила в нем Взвесив все он с горячностью соединился со мною и с Метнером Так старый классик профессор со мной символистом стал против рутины Весь спор шел о недопустимости паузника в переводе который отстаивал я Появление Танеева к нам дружба с нами симптом надо было задуматься и я задумался Отношения с Брюсовым Снова увиделись мы с Брюсовым в феврале 1905 года когда я забывший об Н и о нем переполненный весь впечатлениями от революции пережитой в Петербурге от Блоков и Мережковского вновь появился в Москве Он явился как встрепанный с молнией в глазах и с неприязнью в надутых губах С дикой чопорностью сунув пальцы и вычертивший угловатую линию локтем он бросил на стол корректуры мои прося что-то исправить Но видом показывал что корректуры предлог Кончив с ними стоял и молчал не прощаясь наставився лбом на меня точно бык перед красным посапывая бледный весь в красных угрях Вдруг без всякого повода точно бутылка шампанского пробкую хлопнул ругательством Не на меня на Мережковского Знаю что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним Я оборвал Брюсова Он отступая шага на два свой рот разорвал в потолок Да но он продавал Что опускаю ужаснейшее оскорбление личности Мережковского Я так и присел Он ткнув руку весьма неприязненно вылетел Когда опомнился бросился тотчас за стол написав ему что я прощаю ему потому что он сплетник известный Ответ его вызов его секундант ждет в весах моего Я все взвесивши понял Мережковский предлог для дуэли Причина действительная истерический взрыв мне неведомый Вэн Тут же понял я что испытует во мне просто честность Кабы уклонился он мог бы унизить меня перед Эн Трус Друзей защитить уклонился Все взвесив ответил ему что предлогов действительных нет для дуэли но если упорствует он я упорствуя в своей защите Дмитрия Сергеевича отрицая дуэль буду драться Он взвешивал долго письмо а вдруг явязг Соловьева взволнованный мягко и грустный уселся писать мне ответ примирительный чтобы Соловьев передал его лично В те дни кликотал Соловьеву что хочется очень ему просияв умереть В эти месяцы лучшие стихотворения сборника Стефанус им написаны в них отражение его издергов с Эн Скоро мы встретились при типографии вблизи манежа Из шубы торчал толстый сверток закатанных гранок Склонив на бок голову он воркатал как престиженный Да хорошо умереть молодым Вы Борис Николаевич умерли бы пока молоды Еще и спишетесь переживете себя а теперь как раз вовремя Да не хочу я Валерий Яковлевич умирать дайте мне хоть два годика жизни Ну поживите себе еще годика два Повалила хлопчатая снежная масса на мех его шубы и схлопью блеснул на меня бриллиантовым взглядом из длинных и черных ресниц побежал побежал скорпион рука в руку а голову на бок хлопчатая масса его завалила да жило в нем что-то от мальчика вали и это увидел в нем блок знаешь Боря в нем детское что-то глаза ты вглядись они грустные с 905 до 909 года мы вместе работая часто встречались и много беседовали не вдвоем а втроем вчетвером с Соловьевым или с Элисом мы составляли уютную дружную очень четверку то время полемики бой весов против решительно всех под командой Брюсова вождь был покладист любезен сдавая так часто мне Элису знамя весов даже следуя лозунгам нашим встречаясь со с нами любил порезвиться задористо молодо быстро метая свои дружелюбные взоры но стоило нам с ним остаться вдвоем наступало молчание тяжелое мы опускали глаза тень от черной пантеры меж нами возникнувшей некогда точно мелькала и солнечным днем но запомнилось мне посещение дедова им был июль мы с Сергеем Михайловичем обитали в уютнейшем маленьком флигеле среди цветов в трех малюсеньких комнатах Брюсов явился сюда ночевал во все вник в быт в цветы и в людей оценив белосвольные рощи коваленскую старенькую трясущуюся среди нас Турции с вольтером в глазах и с жуковским в устах в черном платьице в черной наколочке в черной косынке Валерий Яковлевич мы водили по полю он став друг шалун предложил состязание в перегонки я показывал свое искусство в прыжках тотчас он захотел меня в этом побить перескакивая через куст но был бит увидав как вбегаю я по наклоненному низко над прудом стволу не держася за ветви он тотчас испробовал это с успехом конечно стащили его мы в село надовражено к сестрам любимовым трем остроумным поповным одна из них тонко внимавшая блоку ему совершенно пленя с молодой простотой его вдруг схватив его за руки бросила вы удивительный вечером он прималяс и подсевший под ухо старушки коваленской ей стал ворковать про Жуковского что-то такое пленительное что старушка его не любившая быстро затаявши стала каким-то парком ее сын приват доцент постоянно глумившийся над строчкой Брюсова только руками развел ну и я побежден всех пленил и уехал я здесь опускаю работу которую с ним провели мы за этот период в весах и скорпионе боря с пафосом с оппортунизмом шиповника это эпоха боев открывающая 907 год тема не этого тома боря с пафосом мистический анархизм представители чулков городецкой иванов мейер и так далее исчез к 1909 году в 1910 ни шиповник ни брюсов меня не волновали нисколько издательство шиповник грыжебины капельмана тогдашний штаб квартир андреева группировавший ряд имен андреев дымов зайцев семен юшкевич сергеев цен и множество других примечания автора покончили с линии внутренних встреч а в девятьсот лишь девятом году неожиданно он мне напомнил ненужное прошлое наше в стихах посвященных мне где он описывал как он свой жезл поднимал на меня чтоб убить и как выпал тот жезл из руки я обменял мой жезл змеиный на посох бедный костяной я ответил стихами в которых есть строки высоких искусов науку и марева пустынных скал мы поняли ты мне сказал братоубийственную руку я радостно груди прижал но стихи вышли как расставание в сфере культурной работы которая оборвалась примирением внутренним но расхождением внешним открылся период тот Брюсов мне выявил так сказать правый уклон в символизме союзом с Лурье с Гизоветтером с Труве директорством в своем кружке и так далее уже закрылись весы я ушел в Мусагет Брюсов русскую мысль он дружил с Аполлоном а я враждовал заключая союзы с Ивановым блоком с которыми полемизировал он подкрепя с Гумилевым мы скоро ударились лбами когда под давлением с Труве не принял заказанного мне русской мыслью романа я кричал на него даже сцену устраивал на заседании эстетики он же терпя моей резкости молча морщился силис меня успокоить он был совершенно бессилен давил его с Труве который пришел от романа в неистовство до ультиматума мне чтобы я вообще не печатала романа нигде вышел громкий скандал от которого лишь пострадал он со Струве я ж перебощил в своей долгой злопамятности лет 12 отказываясь от свидания с ним я не понял что инцидент наш неразбериха игры от которой он более пострадал в своих воспоминаниях о Блоке я изобразил его монстром тут субъективизм объективно невскрытой обиды я с тем же пристрастием впрочем понятным приняв во внимание смерть переромантизировал Блока еще раз столкнулись мы лбами с Валерий Яковлевичем в 1918 когда меня группа писателей прочила вместо него предлагаемого Луначарским в заведующие Лито только в 1924 году он больной примиренный и вяз как ты бель где я жил у Волошина с доброй сердечностью мне протянул через колкости воспоминаний моих свою руку тогда лишь воистину братоубийственную руку я радостно к груди прижал в как ты бели для Макса Волошина в день именин его изображали пародии мы на кино вернее фильму Патэ но и в легкой игре проскользнул лейтмотив отношений старинной исконной борьбы между нами он изображая командующего аванпостом французским в Сахаре сомнительного авантюриста меня арестовывал мне передали как оба в пылу нас увлекавшей игры за кулисами перед готовимой импровизацией спорили кто кого на цепь посадит я вас нет я вас наблюдавшие нас утверждали что в лицах моем и его был действительно пыл точно речь об аресте не шутка серьез и запомнилось раннее утро четыре часа солнце не подымалось тяжелые тучи исчезла к лигоризонт на морском берегу мы прощались под взрывы волны он сердечно мне подал ослабевшую руку и я с чувством пожал ее я собирался в Москве навестить его кашлял отчаянно он незадолго промокнувший у кородага под ливнем вернувшись в Москву не поправился он через месяц не стало его Брюсов умер 9 октября 1924 года примечание редакции провожая печальное шествие я был притиснут толпой под балкон того здания внутри которого с ним каждый день я встречался когда мы не зная друг друга учились у льва Поливанова здание Гахна на мне столь знакомый балкон вышел тихо Луначарской за ним вышел Коган и произнесло с надпречистинкой Брюсов великой похороны Брюсова состоялись 12 октября гроб сопровождал несколько тысяч человек смотрите Валерий Брюсов в автобиографических записях письмах воспоминаниях современников и отзывах критики составитель Ашукин Москва 1929 Смотрите описание похорон в очерке Белого Валерий Брюсов России 1925 номер 4 примечание редакции Взволнованный воспоминаниями помнится выкрикнул я нечто дикое переконфузившись Юрк в переулок позднее пришлось объяснить этот вскрик из волнения и для меня ж умер Брюсов эпоха учитель поэт неизъяснима синева как сахарная голова серебрея светом как из пепла гора из облака окрепла цитата с изменением деления на строки из седьмой части стихотворной сюиты Белого Брюсов 1929 входящий в его книгу Зова времен стихотворения и поэмы примечание редакции оцепенение Брюсов текучая диалектика лет противленец союзник враг друг символист или кто можно ли в двух словах отштамповать этот сложный процесс протекавший в нем диалектически мы отработавшие вместе с ним в одной комнате шесть почти лет награжденные определением собаки весовские можем ли быть вместе с ним взяты в скобки одну из собак вызывал на дуэль а другая собака гонялась с палкой за ним и потом отслужив повернулась спиной к нему в мусагете то эльс весовская группа есть группа или разнобой брюсов нет мне не пара а кто пара мне есть традиции думать что блок на показанные четырехлетки достаточно ясно не пара сентиментально нас парить в раз пристрастей дважды схватываясь за оружие парились мы лишь в 1910 году мы остыли до дружбы холодно духовной в интимную жизнь наших личностей мы не глядели минуя ее и на этом основана дружба которая есть констатация в том-то и том-то и том-то согласны а в том-то расходимся если бы вглядывались в интимные жизни друг друга в живое течение идеи моральной фантазии то вероятно распарились бы опять до больших неприятностей так что я спрашиваю блок мне кто противленец союзник враг друг символист или кто в годы узкой захваченности символизмом брюсова блок символизмом ругался а в годы предания символизма брюсовым струве блок каялся в том что когда-то предал символизм Иванов опять-таки кто для меня противленец союзник враг друг я нарочно в трех главочках дал материал к диалекции сложных запутанных с ним отношений в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности нудило что-то во взаимодействии нашим мишнами какая-то лаборатория опытов строилась даже в полемике не говоря о моментах согласий но можно ли назвать то согласие полным скорее пытался я для равновесия строимого между нами морально-идейного мира то брюсовым уравновесить Иванова то в пику брюсову выдвинуть мировоззрение Иванова и совершенно сознательно действовал я потому что я знал символизма как школы и нет и не будет а мировоззрение построено будет сквозь школы и мировоззрение и вовсе не нужно для мировоззрения этого ряда пустых этикеток как то символизм символ знал же я с первого года столетия так же как знаю в тридцать что догмат единственный мировоззрение строимого есть борьба с догматизмом в известный период лабораторий наших исканий с удобством могла обозначена быть символизмом те кто думал что символизм ряд готовых построек с удобством ощупываемых весьма ошибались лишь надпись столба путевого с протянутым пальцем не здание только дорога бегущая за горизонт символизм это значило к северу мы путешественники Иванов Брюсов Блок отправлялись на север пройдя километров пятнадцать я видел загиб в направлении западном дальше загиб в направлении восточном опять возвращающим к северу Блока Иванов не видя загиба лупили на север к конечным путям символизма к коммуне людей а мы с Брюсовым к западу перли крича эй товарищи здесь заплутаетесь здесь хода нет так мне это виделось Блоку Иванову Брюсову виделся это вероятно иначе и если б не я а они написали бы начало века читатель увидел бы как плутал зря Андрей Белый сбиваясь с дороги так выразил бы я тенденцию книги дать ряд зарисовок в малом отрезке моего литературного пути очень сложных противоречивых начало века лишь первый том моих мемуаров чтобы очертить двенадцатилетие литературной деятельности до войны мне понадобилось бы писать еще два тома первый том обнимал бы эпоху журнальной деятельности с Брюсовым в весах с весами я очень тесно связался лишь с 1907 года этот период мне памятен в противовес зарисованному сильным сужением но и концентрации интересов большей четкостью в понимании задач своей деятельности раскидавшись я потерял под ногами почву сузившись я обрел уверенность на сравнительно узком участке идейного фронта на литературном этим я обязан Брюсову второй том начала века обнимал бы 1905 1909 годы третий том обнимал бы перенесение аренной деятельности из весов в книгоиздательство Мусагет в этот период я пытаюсь обосновывать символизм как философию культуры отхожу от Брюсова отдаляюсь от Мережковских Мерюс с Блоком Ивановым конец периода этого мой уход из Мусагета и отъезд за границу все описанное в этом томе воспроизводит не столько оценку сегодняшней точки зрения бывшего давно а именно это бывшее давно я пытаюсь накладывать краски соответствующие тогдашнему восприятию людей и идейных течений пусть читатель увидит как мы бродили в потьмах как переоценивали свои силы как обманывались и ошибались в людях какие сюрпризы вырастали из встреч с людьми издареказавшимися близкими те кого критика объединила как группа писателей символистов представляли собой людей разноустремленных порой даже чуждых друг другу что в момент отказа от форм школ искусства каждый искал по-своему жизненного искусства а не абстрактного кредо не мировоззрения из рассудка свидетельствует заявление начиная с первого по времени символиста с добролюбого вот им написанные последние строчки вот это я написал ради того чтобы засвидетельствовать осуждение всему прежде написанному разумеется содержание из книги невидимой примечания автора оставляю навсегда все видимые книги добролюбов из книги невидимой последние слова примечания автора и Брюсов писал мне то чего все мы жаждем есть подвиг но мы отступаем перед ним и сами сознаем свою измену и это сознание мстит нам справедливо чтобы мы несли казнь из письма ко мне напечатанного второй главе примечания автора тоже блок безответственность свободы превращает в балаган самое творчество блок о современном состоянии русского символизма том 7 издательство эпоха примечания автора возникают вопросы о проклятии искусства о возвращении к жизни об общественном служении там же что произошло с нами в период антитезы превратили мир в балаган поправимо или непоправимо мой вывод в самоуглубление пристальность диета должно учиться вновь там же примечание автора так же жизнью ответил поэт символист Семенов тем именно что стал крестьянский батрак как со мной обстоит писатели не могли ограничиться печатной словесностью попытка толстого пахать для искусства искусство быть в жизни значительней звучности образец лучшей звучности толстовская азбука словесные фонтаны обильны если бы по мудрому слову пруткова закрыли бы эти фонтаны может быть услышали бы то что не слышим белые мировоззрения геты примечание автора я бы мог еще 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 приводить себя блока брюсова жизнь жизнь а не искусство от осуществления только к стремлению вот переворот мной мучительно пережитый символизм как конкретное мировоззрение которое завтради мы осуществим стал в 1905 году для меня неопределенную туманную далью культуры стало быть самый термин символизм стал источного термина только эмблемой дальнейших исканий в эпоху с 1906 до 1909 года выступили для меня и брюсова более всего проблемы связанные с художественным ремеслом и открылось всякому идейному устремлению должны соответствовать люди его проводящие в жизнь а мы как люди не сдали экзамена первые же опыты со строительством жизни для меня окончили с крахом и вставал подо всею суетой жизни новый вопрос что же есть человеческая личность что есть человек человек оказался сложнее всех моих юношеских представлений о нем вы идете к знакомому на пятый этаж неизвестного вовсе вам дома вы звоните в квартиру где все вам известно где все так уютно где все вас плечет возникает иллюзия будто и дом в одной из квартир которого вы бываете часто известен вам как квартира а вы пробегаете лестницей где ряд неизвестных квартир и у вас возникает мысль о том что там свои жизни порой очень страшные пятый этаж с вам известной квартирой вы отождествляете с личностью это ж участочек личности личность весь дом то есть энный ряд устремлений переживаний противоречий о которых вы и не подозреваете вовсе такая картина предстала мне когда я пытался гармонизировать кружок органавтов тогда я открыла что все слова о прекрасном о новом в каждом из друзей квартирочка в ряде квартир обитатели коих живут и не по-новому и не прекрасно мечтая о деле связующем тесно друзей ты мечтаешь и о связи квартир то есть общности переживаний казалось бы налажена связь как бы не так в поволенную общую жизнь введены ряды сотни квартир с неизвестными подчас ужасными в них обитателями и выявляется косность непреодоленная в каждом отцы не во мне лишь часто непреодоленные они в нас стоятся от того ты грань между близкими и дальними меж старым и новым порой для вас незаметно ускальзывает в каждом миге и порывы наши к изменению жизни разбиваются ежеминутно тюремщик всегда присутствует он неизбывен и это ты сам не опознавший себя ты думаешь что побеждаешь что круг твоих новых заданий расширится осуществляется ты разорвал своим прошлом ты только о будущем с будущим и вдруг тоже разбитые корыто ты описал круг твое освобождение из тюрьмы только сон об освобождении такие лукавые мысли посещали меня весной 1905 года я вспоминал как только еще три года назад я жаждал познакомиться с новыми людьми Мережковской Брюсов Блок виделись издали в романтическом ореоле то что окружало казалось плесенью и вот я добился своего ценой проклятий по моему адресу я вырвался из постылого мне обстания университет за плечами поставленная мной себе цель осуществлена я стал писателем ко мне прислушиваются Брюсов Блок Мережковской мои друзья почему ж грусть охватывает Мережковской Блок Брюсов совсем не герои запутанные самопротиворечивые как и я стоит ли биться за новое если новое не так уж ново такие лукавые мысли посещали меня и порой начиналось со мной что-то вроде кошмара те старики которые угрожали ребенку мне как тяжко каменные кариатиды нависающие над головой кариатид я боялся стали встречаться вновь вместо поволенных мной друзей придешь к Морозовой а с дивана подымается тебе навстречу старый леший лопатин у гроба отца соизволивший не заметить тебя у Морозовой он замечает и даже жмет руку за ним поднимается и профессор хвостов а там чешет на третий этаж из стана ненавидящих старух масловых с их ириней староколенной Москвы надрывающий над Бальмонтом живот Сергей Иванович Танеев и ты оказываешься в его особнячке на углу Гагаринского переулка даже раз в Буюкле затащил меня в особняк к Бобринской что на Смоленском бульваре и хотя мы крупно слишком даже бурно столкнулись с кадетствующей рутинеркой в искусстве однако спрашивал я себя зачем я там был потому что у нее жил Буюкле а почему у нее жил Буюкле потому что ему некуда деться старые устои Москвы оцепили нас без изменения социальных условий новой жизни не выстроишь так от противного мысль о социальной революции о невозможности без нее обойтись все чаще и чаще с неожиданной стороны поднималась перед моим сознанием политически мы были левы но недостаточность этой левизны власть капитализма обусловлены всех нас атрибутами капитализма банками золотом и прочими идолами выступала с отчетливостью и это сознание незаметно меня пригоняло к необходимости вчитываться в программу тогдашней социал-демократической партии я впервые усвоил себе что такое прибавочная ценность и что такое фетишизм товарного производства не хочу сказать что я становился социал-демократом у меня для этого не было подготовки опыта но я становился сочувствующим и в споре с товарищами чаще и чаще выдвигал теперь ставшиеся совершенно конкретным свое убеждение без социальной революции невозможно мечтать ни о какой коммуне ни о каком осуществлении нового быта и если она будет то так как ее рисует Маркс хочешь не хочешь а она будет она должна быть когда это будет никто не знает мне лично в то время казалось что это случится не скоро еще что агония продлится столетия что поднимающаяся русская революция первый гул еще очень далекого будущего и этим отодвинуты наши органовтические стремления осуществить коммуну нового быта сейчас все утопии об этом тщетны гыканье эртеля и прочие писки в органовтическом галдеже слащавые благоглупости про себя минутами я ненавидел уже наш кружок в своих дурацких колпаках в своих ободранных халатах они кричали в мертвый прах они рыдали на закатах цитата из стихотворения белого успокоения стихотворение поэмы страница 243 примечание редакции с криком и истерическими рыданиями впустую теперь мне казались наши среды у астровых возненавидел я капитализм как режим и тем лютея чем более мне лично нравилась представительница этого режима в нем неповинная в нем оказавшаяся вследствие несчастного замужества Морозова в то время я отделял режим от людей эти мысли о неизбежности социального переворота высказывал я и Элису и Соловьеву с другими же говорил осторожно и глухо на эту тему но с той поры во всех статьях и заметках 1906 1908 годов постоянный выпад против капитализма и против капиталистов меценатов для многих казавшиеся ни с того ни с сего капитализм казался мне символом самого человеческого рока преодоление которого победа над костной природой вселенной и стало быть надо свергнуть узы капитализма и в этом смысле писал в статье театра современная драма взрывчатый снаряд разорвется не прежде чем человечество станет под одним трагическим знаменем снаряд борьба с косностью всей вселенной но чтобы вырасти до этой борьбы надо свергнуть капитализм в этом смысле писал фетишизм товарного производства еще не рок но он личина рока необходимо ее сорвать то есть ликвидировать классы для этого и необходима социальная революция так мысль о социальной революции с этого времени необходимая поправка к моим статьям высказываемая под сурдинку и ввиду цензуры потому что я был далеко не тверд в понимании механики социальной борьбы но мысль о какой бы то ни было коммуне вне революции претила мне будь то коммуна толстовская или коммуна художников новаторов и я с 1906 года люто травил мистических анархистов в их мысли о коммуне вне социального переворота и потому-то я скоро потом обрушился на теории Вячеслава Иванова о подмене революции в жизни революцией на сцене особенно мне претели неонароднические экивоки у Блока Чулкова Иванова когда дразнит нас многосмысленным лозунгом соединения с народом в художественном творчестве нам все кажется что одинаково хотят нас сделать утопистами и в области политики и в области эстетической теории Лук зеленый символизм и современное русское искусство примечание автора Я был сам еще утопист в 1905 году но я стал осознавать уже свои утопии недавнего прошлого по отношению к меценатам капиталистам обволакивавшим нас со всех сторон у меня вырвался в 1906 году долго таимый вскрик возмущения как смеете вы хотя бы ценить нас идите себя в цирк знаете что когда икая вы хвалите художника а тот любезно улыбается вам в ответ он влагает в улыбку свою вечную анафему вам Арабески страница 328 примечание автора в лирике моей появился символ восстания красное домино оно бегает по строчкам стихов с кинжала отирая кровь плеща крылом атласной маски неточные цитаты стихотворения белого в летнем саду из книги пепел стихотворение поэма страница 238 примечание редакции маска мои сиденья в академических салонах под ней нарастающий протест который стихийно вырвался осенью 1905 года в дни всеобщей забастовки до этих дней я еще из своей депрессии глядел как из окна на происходящее кругом с осени я был вырван из всех устоев личных эстетических теоретических вихрь охватывал меня начавшись с осени 1905 года он в 1906 выхватил меня из России впереди ждали Мюнхен Париж иной быт иные люди среди них яркая фигура Жореса с которой мне пришлось по прихотям судьбы видеться чуть ли не каждый день в течение двух с половиной месяцев но это темы второго тома пока лишь замышленного первая четырехлетка моей литературной новой жизни взлет и быстро за ним склон скат и подмена деяния творческого разглядением критическим я переживаю угасание веры в героя новатора я переживаю дикой испуг предрядом сюрпризов которыми угостит тебя твой герой и отзыв на все нет не то с этим мысленно произносимым не то я и жил так что четырехлетка моя диалектика от то к не то теза бурных стремлений и скорых деяний совсем незаметно во мне обернулась своей антитезою вялых свершений медлительнейших созерцаний я просто не знал одно время где грань между добром и мерзлом что хвалить мне и что порицать мне в Брюсове в Мережковском в Иванове в Блоке во всяком человеке одно оставалось учиться и я незаметно втянулся в разгляд человека я коллекционировал даже каталогизировал посланный мне материал из друзей недрузей и врагов врагов ли так проблема союзов с людьми мне подменилась проблемой тактического соглашения с ними если союз то в одном отношении лишь в другом бой я был парализован узнаниями лишь потом осознал период мучительный этот как школу писателя а пока она не осозналась ужасно мне было вращаясь в гирлянде кружков точно шоншенуаз фигура кадрили где Блок Эллис Метнер Бальмонт Философов и Астров вращаясь друг в друге вращали меня утомленного без остановки без отдыха то что отслаивалось от всех этих вращений внедряясь недоуменно и горестно в цепи причинности нас всех связавшей не имело еще своего выражения осознавались две линии дум об общей всем тюрьме как бежать из нее индивидуально ответ самосознание как разрушить ее социально ответ революция всех условий жизни во мне подымался вопрос в чем же пересекаются эти два пути и есть ли в пересечении их третий но было нужно получить опыт того как и с прекрасным намерением садятся в лужу знать лужи надо в лужу садиться невкусно я сел посидел посидел и встал но пока я сидел мне казалось что жизнь моя кончена кончен же был лишь малый отрезок большой диалектики лет но на малом отрезке уже нащупывалась огромность узнания все становящееся вставшим труд в миг остановки я виделся трупом себе пережив свою смерть понял Гетев его умри и будь эпоха романтики сдернул змеиной шкуркой процесс выхождения из прошлого нудимый как расширение себя был мучителен шкуркую переживалось и я и обстание шкурка фатальная мумификация всего совершаемого мимо подлинной жизни и главы начала века рисуют естественную мумификацию первая глава аргонавты стремление нас без руля и ветрил плыть за новую жизнью вторая глава или авторство сужение мировых стремлений во мне бессознательная эгоизация ведущая к развалу всего плана жизни отсюда и заглавие третьей главы разнобой в ней показана жизнь в разрывах итог мумификации теперь уже бессвязных стремлений музей паноптикум выставка портретов мельк силуэтов вызывающих усталость и только на этом кончаю рассказ об этом отрезке моего пути продолжу ли я воспоминания это зависит не от меня от читателя приложение вместо предисловия прилагают фотографии деятелей литературы к данным о них воспоминания мои фотографии материал для литературоведа историка неодушевлен я желанием тряхнуть стариной или расправиться с ней что и как было вот жест записания биография выныривает поскольку воспоминания есть мыслящий субъект их описание прыщиков собственного носа не интересует автора в описываемый период грешащего гипертрофии абстракций определявших стиль живых отношений отсюда необходимость в силуэтах идейного мира автора того времени хороши они были или плохи не мне судить оценок тут нет силуэты взглядов скроены мной из цитат имеющих почти 25-летнюю давность ссылки на книги и на страницы увы ничто для зло читателя и тут он будет утверждать выдумываете с 1908 года с меня точно с трупа снимают гипсовые маски живой человек упразднен маски вывешены в антикварных музеях Андрею Белому полагается так полагать доминирует над Андрей Белый так полагает читатель не прочитавший всего меня лучше чем я знает мой мир идей так было так будет в предлагаемых воспоминаниях я не критикую идеологии литературных спутников у них есть свои книги идеологии их изучаемы на материале им и написанного ими не привожу и долгих диалогов разговоры свои не записывал я у меня слаба память на слово я помню жест смысл интонацию и действия их на меня что помню то и описываю за 30 лет менялись мои отношения к Блоку Брюсову Иванову Мережковскому Метнеру Эллису Эртоле В рассыпанном материале писем заметок статей дневниковых записей найдешь что угодно о каждом от субъективной хвалы до пристрастной ярости таким оценкам на час грош цена приходится исправлять грехи переоценки или недооценки в печатном тексте В начале века стараюсь я стереть пристрастную полемику с Брюсовым эпохи воспоминаний о Блоке и пристрастную романтизацию самого Блока данную в воспоминаниях В письмах набросках в ряде пропавших дневниковых записей о Сологубе Брюсове Блоке и прочих много разбросано субъективной дряни которую автор уже не может придать огню за неимением этой дряни но этим заявлением о том что импрессиям дня он не придает цены аннулирует значимость его субъективных мнений о том или другом на протяжении 30 лет приготовляя к печати начала века автор показом стиля отношений к современникам доказывает стиль его отношений диалектика живой и текучий процесс превышающий да или нет сказанный современником по прямому проводу сказав это я отвечаю и на слухи доходящие до меня от времени до времени мне передают будто кто-то много есть литературных спекулянтиков показывает из-под полы какие-то деписьма мои или другие материалы с резкими мнениями о моих литературных собратьях проверять слухи после этого моего заявления не имею намерения лишь скажу писем с оценками никому из заведомых спекулянтов я не писал уже лет 15 а черновой материал с набросками неоднократно у меня пропадал ведя переменный образ жизни я разбрасывал свои бумаги мои письма заметки можно было бы подобрать и на улице им грош цена после сказанного здесь найдя утраченную рукопись не вора возвращают ее по принадлежности но и на чех показа из-под полы не наздравствуешься повторяю в 31 году значимо лишь то что я думаю о писателях в начале века а не в каких-то там письмах или в чем еще автор Кучина 18 декабря 30 года введение задание воспоминаний начало века продолжение книги на рубеже фон воспоминаний идейные течения моей молодости и быт эпохи в на рубеже исходная точка конфликт двух столетий в душе подростков отбор идей и протест родивший течение именовавшиеся символизмом я попытаюсь нарисовать картину сознания символистов и неувязку которая обнаружила среди них внешне объединенных внутренне раздираемых противоречиями мне пришлось принять участие в выработке платформ символизма и иметь отношение к видным деятелям искусства моего времени как и в на рубеже я включаю воспоминания и биографию самоопределения сырой материал для историка литературы веда физиолога творчества социолога а не оценку прошлого дефект моего сырья в том что оно собрано на одном лишь участке положительная сторона собранная суть факты я подаю не я сужу залп скороспелых суждений нет для литературы ведения которое интересует симптом а не штампы истина и ложь история переоценок с отмывом транзитных вис на право прохода в ближайшую пятилетку пьяный дикарь таков в десятилетиях был штамп на имени Шекспир гений так штамповали кукольника нагар столетий лег густым слоем на краске русских икон заклепали в тяжелые золото пропорции изучаемые ныне всем миром и показывали на копоть лицевого провала зияющего и золовянной брони суеверов не осеняло правильное отношение к неизвестной никому живописи отодрать золотой штамп отмыть нагар Джотто и Дюрер в трактовке тем следовали предрассудкам времени оспаривать их глаз в науке видеть переть против рожна стоящие в глубине времен отражаются в нас достаточной объективностью мы видим и стихотворное мастерство и гражданское мужество в монахе Данте и мы не поддадимся логическим заблуждениям Кампанеллы на том основании что он первый поставил нас перед картиной социалистической жизни утопия Кампанеллы солнечный город примечание автора явление же вчерашнего дня мы подвергаем абстрактному ригоризму накладывая копоть хулы или золото прославления коли не топим то тащим за уши химик Оствальд в интересной статье вскрыл зерно правды в старом взгляде на процессы горения опровергнутым французом Лавуазье критик Варвар француз заявил что цель крупного немецкого химика легнуть Францию мысль Оствальда ясна в свете закона сохранения энергии и забракованной Лавуазье аналитическая теория флагистона и синтетический взгляд на процессы горения теза и антитеза в синтезе современности литературным деятелям вчерашнего дня наряду со справедливыми нападками на них приходится иметь дело и с копытом бьющим стариков и бьющим в барабаны перед всем сильным личарды господствующей тенденции стоят в позе обвинителей вспоминая иных из них в их вчерашних деяниях вспоминаешь слова которые я бронил 23 года назад в фельетоне о заглавленном «люди с левым устремлением» что такое человек с левым устремлением в обыкновенное то есть нереволюционное время дай бог ему подойти к Чехову он взлетает в артезианской струе фельетон написан в 1907 году в эпоху реакции в газете чуть ли не ежедневно закрывавшиеся гершельманом и пытавшиеся воскресать под названиями день час и так далее так что не помню в дне ли в часе ли он напечатан примечание автора я развиваю мысль артезианская струя вырываясь наружу бьет и грязью он косно летит вверх и влево в нем развивается левый пафос он летит обгоняя на ходу и Штирнера и Бакунина так Иван Иванович становится мистическим анархистом он пересек все оттенки от фиолетового до красного и Иван Иванович чернеет левое устремление провалило за горизонт если он взойдет то только справа он опишет как солнце круг Иван Иванович будьте поправее и хотя бы социализм не ругайте Арабески 336 338 907 год так я писал 23 года назад среди символистов и людей к ним приставших была тенденция преодолевать символизм одновременным бегством и в анархическую общественность и в мистический салепсизм Георгий Чулков напечатал манифест остаустом вопле мистического анархизма Сергей Городецкий сказал «всякий поэт мистический анархист как же иначе» как же иначе прогремело в качестве аргументации левого когда-то уклонов символизме пока не явился в самом уклоне уклон наилевейший себя объявивший символизмом третьей волны которого вдохновителем был провозглашен бытовик натуралист Борис Зайцев Виктором Стражевым апологет наилевейших почтеннейший дядя Сергей Голаушев Сергей Глаголь жалел нас вы старички мне было двадцать шесть лет Голаушев около пятидесяти я дернул фельетоном об Иване Ивановиче человеке левых устремлений мне открылась вечная истина о левых заскоках во всяком течении преодолевающем нечто на деле а не на словах и я писал инфракрасные эстеты с инфракрасными общественниками занимаясь постройкой новых небес планет и душ восходят справа они пятнают Геты Пушкина как пятнают Маркса Иван Иванович скорее проходите мимо ближе нам Белинской писарев довольна с нас левых устремлений арабески страница 341 907 год в 906 году я опознал левое устремление в котором вчерашние правые преодолевали нас левых немного позднее постиг я и правый уклон в символизме в картине проталкивания пассиистических ревизий Гумилева и прекрасной ясности Кузьмина с Валерием Брюсовым и нам весовцам наш вождь угрожал слиянием со Струве и Кизоветтером теперь на другом плацдарме наблюдаю я изученное явление левую чехарду вчерашних еще не марксистов а сегодня уже мистических марксистов объявляющих нюх пролетария критерием критики и узнаю знакомца жив жив курилка Иван Иванович имеющий нюхи сегодня пролетарской вчера нюх на богача прикармливавшего его в газете кто бы сказал лет двадцать назад что в армии тогдашних сотрудников желтой прессы откроются столькие пролетарские нюхи в 903 году мой знакомец Иван Иванович клеветал на меня посетителем художественного кружка в 910 году я ощущал во рту сладковатый привкус от его лести вызывающий однако колики в желудке льстя он учил искажать то, чему обучился у меня же в период травли встречая его теперь в усилиях меня вынюхать по-пролетарски заливаюсь смехом и он стал диалектиком высказывающим выученную на зубок вытяжку не из Гегеля и не из Энгельса между знанием на зубок о чем-либо и о владении бездна и Дарвин изложим в три минуты и с Дарвином на кончике языка дойдешь до овидиевых метаморфоз диалектика там, где владеешь изменением смыслового оттенка и где слова не башки они там, где понимают, что есть реализмы от которых бежит диалектик как то реализм Фомы Аквинского почему похвальное в одном случае зазорно в другом почему Энгельсу в идеалистической схеме Гегеля разрешено видеть симптом зреющей под ней реалистической мысли а мне не разрешено в линии Дионисовых культов борющихся с Олимпом видеть наступление на Олимп динамизма позднее перерожденного в диалектику Аристотеля который был в одной из фаз мысли Греции кристаллизатором зреющей научной мысли как стал он же позднее кристаллизатором средневекового склероза отцы диалектического материализма видели в Гераклите мистические темноты и здоровую тенденцию будущего не боясь метафор языка и понимая процессы рождения понятий из мифов темнота темноте рознь темнота от засора мысли не темнота от обилия непереваренного научно-сырья и в метаморфозе богов может лежать семя учения Гёте о метаморфозе позвоночной кости я буду говорить о том как я и мои друзья будучи юношами унюхивали символы при помощи логики химии и социологии брюсов изучал спинозу я менделеева эллис энгельса и маркса я буду говорить о том почему мы универсанты не убояли слов поняв что смыслы диалектичны что от реализма фомы сбежишь пожалуй в идеализм гегеля там где не диалектик ляпает штампами истина ложь диалектик разглядывает корни заблуждений в истине и корни истины в заблуждении он понимает и идеалист гегель близок подчас мысли ленина азбучные истины о которых стыдно писать становятся мистикой как скоро студент естественник борис бугаев интересуясь метаморфозой образов и понятий друг в друге разглядывает древние культы как символизации эмбрионального в них закона эквивалентов или как скоро он одушевленный разглядом корней заблуждений в истине оперирует с энергетическими понятиями так как оперировал бы грек и говорит о боге Дионисия о котором так много рассказано и филологами и Ницше и профессором Зелинским и Роде почему же не предположить суть проблем выдвинутых символистами людьми с высшим образованием в разгляде метаморфозой образа в понятие и обратно вне который образ и понятие как метафизические реальности пусты и лишь процесс их сцепляющий метаморфозу наполнен содержанием ведь переоценка понятий и образов прошлого основа их поворота вспять что искусство культы и быты для них опытный материал а не регалии культа в их фольклоризме как в средстве проблема расчистки сознания в борьбе со штампом почему не предположить теоретику символизма инстату на сценде состояние зарождения в 1901 и 1902 годах дороги и истории символизма и задачи самообразования а не родения отсюда интерес к мифам и культам интерес к способам символизации в ранних фазах более поздних идей с первых страниц этой книги подчеркиваю зарисовываемое мной попытка осмыслить юношеское кредо до 1901 года моя биография утопания в быте отцовских квартир Бореньки Бори и наконец Бугаева Бориса студента первое десятилетие литературной деятельности скрещает во мне Белого с Бугаевым ученика с учащим студента с лектором это есть жизнь в идеях и понятиях в большей степени чем личная жизнь социальные связи чтение тактика дружбы и ссоры согласие несогласие определяют кредо я вижу себя двуногой идеей раскаленный спором ошибки мои идеологический ригоризм личная биография провал биографии быт понятий проваливает ряд художественных заданий о том что меня раскаляло и перекаляло я хочу рассказать страницами этой книги высказывания 902 910 годов фрагменты черновика книги неувидавшей света или дневник студента теория символизма тема дневника стержень ее сковался в университете она в разгляде многообразия допустимых оформлений и в правилах владения оформлениями краски стиль подачи материала менялись в 910 912 916 годах мысль оставалась той же с 901 до 911 года нет изменений в методе говорить о методах но с 901 до 911 года краски оперения гаснут мажор переходит в минор аллегро в анданте пульс жизни мысли бьется слабее в тисках повторов себя самого диалектическая спираль свернувшись в круг поймана в тенет непреодоленного догматизма единственный догмат юношеского мировоззрения провозглашает борьбу символизма с догматом и этот лозунг я начинаю ощущать догматом я ощущаю абстрактность в борьбе с догмами борясь с инерцией рутины я упускаю из вида инерцию прямолинейного и равномерного движения физика различает два рода инерции инерцию покоя и инерцию движения примечание автора абстрактная правота уживается с конкретной ложью конкретная правота есть абстрактная правота плюс поправочный коэффициент на каждый случай я ощущаю свою терминологию бедной поправками мой критический смысл выглядит в высказывании наивно появляются оспаривающие друг друга белые в белом компания их мистик кантианец поэт стиховет оккультист скептик индивидуалист коллективист анархист и социалист таким выгляжу я извне неправда вкралась между мною и словом меня отделяющим от тех с кем мне положено быть и соединяющим с теми от кого я далек эмпирио критицист валентинов мне говорит вы проповедуете социализм под флагом символизма блок и иванов отказываются от меня казусы сопровождают все мои явления правильность теории оказывается неприложимой в конкретном деле и я становлюсь собственным мифом вход в литературу в 1901 году и выход из нее во внутреннем нет сказанным соратникам по оружию в 1912 году и сопровождаемый разрывами дружб обусловлен идеологическими исканиями ярок мой литературный оптимизм 1901-1902 годов мрачно мое нет сказанное в 1912 году литературщине из-под которой я не вижу будущего русской литературе так поднимается тема кризиса свертываются светлые перспективы золота в лазуре звучат темы пепла и урны книг в которых я ставлю над собой крест как над литератором на кресте же эпиграф золотому блеску верил а умер от солнечных стрел думой века измерил а жизни прожить не сумел блок брюсов мережковской иванов попеременно друзья и враги выглядит мне на этом абстрактном отрезке жизни эмблематическими актерами в моей драме я переживаю кризис коллектива без которого литературная борьба за кредо лишь сон символисты и декаденты кризис пережитый мной не был кризисом символизма во мне кризисом из-за символизма тяготел в коллектив к которому я примкнул разорвав с традицией детства и отрочества все базировал я на связи с людьми с Мережковскими в 1902 году с Блоком в 1903 с Вячеславом Ивановым в 1904 мой пафос преодолеть отъединенность эстетства и дурной наследственности феноменалистической культуры символизма предшествующей бессознательная в отцах в детях осознавалась она как чувство гибели считала декадентство синонимом символизма декаденты те кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга для декадента крылья крылья воздухоплавателя лилиенталя доказавшего своей гибелью невозможность авиации за несколько лет до открытия воздушных путей декаденты и символисты осознали необходимость вылета из культуры декаденты не видели осуществимости к вылету символисты делали так сказать авиационные пробы декадент бадлер символист ницше символ для первого соответствия двух рядов символ для последнего пересечения рядов в новом качестве так виделось юноши мне соотношение между символизмом и декадентством мироощущение декадента прекрасно выразил Брюсов но лестница все круче не оступлюсь ли я чтоб стать звездой падучей на небе бытия сознанием падения исчерпывает себя декадентство юный блок поднимает для меня юноши голос символиста когда обращаясь к товарищам велит вместе свяжем руки отлетим в лазурь связь рук в каком смысле и с кем тут подана проблема символизма без декадентства отделенность переживается как детская болезнь роста не воскревший в символизме декадент становится скептиком с новым вроде Франца или святошей с перепугу Верлен Гюисманс или словесником подменяющим вопрос как жить вопросом как писать таким видится позднее Валерий Брюсов эпохи 1910-1916 годов декадентов поставленных необходимость осознать кризис старого мира я не считаю упадочниками смех мещан над Бодлером напоминает смех отца сифилитика над наследственным сифилитиком сыном имеющим мужество показать свои язвы отцу таково мое отношение к Бодлеру Верлену Рембо но не к Маларме силившемуся дотолкнуть декадентство до символизма в русских символистов явившихся на смену французским я вижу шаг от скепсиса к оздоровлению так я гляжу на Брюсова он старший в опыте кризиса но отставший в опыте осознания новых форм жизни подавленной гибелью лилиентали и культуры мы с Блоком осязаем себя братьями Райтами борцами за авиацию нас называли символистами второй волны для меня это название значило символисты но не декаденты лозунг Брюсова и Бальмонта мгновение принадлежит мне обнажал тайное феноменалистической философии Спенсера так путник посредине луга куда бы он не кинул взор всегда прибудет в центре круга и будет замкнут кругозор Брюсов вытекающая из феноменализма музеология вот чем звучали мне строки Брюсова хочу чтоб всюду плавала свободная ладья и господа и дьявола хочу прославить я замкнутость я склероз декадентства на символизме в 1900 году я объявлял отцу мир есть мое представление как же так боренька под миром же я разумел мир квартир средне высшей интеллигенции в 901 году мне делалось грустно за Брюсова когда я читал в безжизненном мире живу живыми лишь думы остались Брюсов я воля разрыва границ познания борясь за безграничность его за преодоление я в мы за организацию со сознание сочувствие и со воля личность в моем понимании в индивидуализме включала соборность я изучал виды соборности церкви братства коллектива коммуны и так далее я понимал понятие индивидуума в терминах философии Риккерта называвшего индивидуумом только неразложимый комплекс предметов чисел и личностей отмеченный стилем личность или А комплекса АБЦД изживаема не как А а суммы отношений развертываемых от каждого к каждому в А Б одно Б А Ц Д другое индивидуум для меня был личностью расширенной коллективом и взятой в коллективе персонализм и индивидуализм становились понятиями полярными личность отъединенную от коллектива считал я личиной в статье маски я вскрывал трагедию декаденства как персонализма символизм связывал я с соборным индивидуализмом но такую соборность противополагал я механическому ее пониманию отношение Блока и меня к Сологубу Бальмонту Брюсову сперва отношение почтения издалека задерж относилось к противоборствованию идеи коллектива я немыслимый без мы с 1905 года стерли сконторы отделявшие символистов первой волны от второй во мне разрывом с Блоком и союзом из тактики с Брюсовым в Блоке близостью с Чулковым Городецким и Вячеславом Ивановым и Брюсов меняет позиции он проявляет организаторский талант отдаляясь от Бальмонта ряду моих лозунгов он говорит да в статье священная жертва отрекаясь от солипсизма но в первой встрече он мне скорее попутчик чем явный союзник в 901 902 903 годах я подчеркивал связь с Блоком и отъединенность от Брюсова в кружке названном Арго мы считали себя аргонавтами плывшими от декаденства к поискам новой коммуны по-новому жить а не писать лозунг соединявший нас из ячейки искателей я протягивался голосам утверждавшим новую жизнь таким голосом был и голос Мережковского пока не вскрылась пельетонная церковность казавшихся издали революционных стремлений таким голосом был голос юного Блока приглашавшего нас связывать руки разочаровавшись в обоих я внял роговому фальцетто Брюсова звавшего фалангу борцов если не за жизнь то хоть за искусство мысли о символизме как жизненном пути осуществляемом в коллективе сменились мыслями о литературной школе разрабатывающей методологию не закрываю глаз на свои промахи но пребываю в недоумении символисты перескочили через символизм историки новейшей русской литературы отметили в символизме на 80% то с чем я боролся не отметив того что я защищал я боролся с музейной редукцией вправо боролся с мистическим анархизмом гипертрофирующим в символизме мистику эти наросты и фигурируют в качестве мифов о символизме первое у квази символистов второе у квази изобличителей распространяются пародии на символизм субъективно иллюзионистические сюсюки об искусстве для искусства символизм же выдвигает лозунг искусство не только искусство под флагом символизма доселе плавает в сознаниях мистический анархизм обрываю себя спрашиваю мои представления рисуют ли символизм они рисуют нечто пережитое как опыт детства пытаюсь себя убедить словами обо мне меня считают же черт подери символистом кроме того о символизме я много писал с дней молодости написанное обойдено глубоким молчанием если оно не подано в искажениях читали Чулкова читали исследовательские труды Валерия Брюсова под формой критических заметок теории символизма в них нет читали и к звездам Иванова там умные мысли об очень многом не ориентированы вокруг символизма заставляя предполагать в авторе филолога богослова литературу веда интересующегося и символизмом сумма всех этих немоих воззрений облекает меня вандерсоновское царское платье в котором порой я чувствую принелов к себя а когда я вспоминаю о том чем я собственно волновался то получаю письма выйди сдали позиции чулковские некогда касаясь эпохи 901 910 годов я буду порой прерывать воспоминания о личностях воспоминаниями о силуэтах составленных из взглядов того времени субъекта воспоминаний не потому что они были безупречны а потому что они были таковы каковы были я ведь касаюсь эпохи боев за символизм боев сопровождаемых разрывом с друзьями и создававших мне после каждого выхода очередного номера весов отряды врагов за цель размежеваться с псевдо символистами я не могу удовольствоваться указанием мне быть мистическим соборником по Вячеславу Иванову рыцарем дамы по блоку или стать Чулковым с которым я люто боролся с ним ныне я в добрых отношениях и я готов просить у него прощения за несправедливую жестокость полемики с ним но от существа ее не отказываюсь он ныне не символист создал некогда миф о символизме последствия которого через 25 лет сказываются на мне ему то ничего мне то каково вот почему свою книгу я снабжаю и показом идейного паспорта эпохи окончания университета побуждают нападки справа я мимикрирую материалиста допустим я плут все же не такой наивный чтоб верить что мне поверят нападки основаны на невежестве к показу побуждает и ирония слева а как с антропософией он и сплетена с естествознанием гетте об этом я распространился в своей книге о гетте отсылаю к ней там показано как в благосклонном отзыве на книгу на рубеже смотрите на литературном посту я разглядел улыбку пока автор рисует бореньку гимназиста или студента бугаева он ясен иное будет когда он коснется белого утонувшего в мистике был период сосуществования белого и студента 900 и 903 годы в нем и белый приготовлял анилин и студент лаборатории в небеса запускал ананасом оба срослись являя двухголовое существо то аллегория была одна голова озабоченная проблемой увязки стремлений в картине проекции строящих пространственную фигуру по законам логики а не мистики вставала проблема как такая фигура возможно именно как возможно скрестить науку искусство философию в цельное мировоззрение художник в бугаеве колебал точность лабораторных занятий и лопали склянки ломался термометр рассеянно превращенный в палочку для помешивания художественному жену тру белого делалось неповадно от проблем логики которыми его бугаев просаживал живой темперамент сказывался не только в стихах о кентаврах загалопировавших в его стихотворной строке с полотен импрессиониста штука но и в попытке формулировать действия закона эквивалентов в эстетике наблюдение свойственное естествознанию переносилось в сферу изучения колоритов зари по годам чтобы открыть закон господства разных закатных типов пожимали плечами когда я бросив кентавров заводил речь о плотности энергии понятие введенном в науку моим учителем умовом мы имеем возможность говорить об обратном отношении между количеством и плотностью материала художественного произведения и плотностью энергии писал я в 906 году и Брюсов Блок Иванов филологи по образованию не понимали степени живости для меня этих понятий такие мысли продолжение мыслей 900 и 901 годов развитых в статье форма искусства статья напечатана в декабрьском номере мира искусства за 1902 год на нее обратили внимание старики математик Бугаев и профессор Кирпичников она осталась чужда Брюсову Иванову Блоку весь круг идей о символизме кристаллизации мыслей выношенных в университете между занятием химии сочинением об оврагах и изучением Вунта Гельмгольца Оствальда Спенсера и так далее были другие интересы к Митерлинку и Рейсбруку что ж Якова Бема любил же Энгельс В эту эпоху зарисовывались контуры теории символизма в дневнике который я вел он утрачен но он источник позднейших фрагментов в них вкраплены мысли жившие систематически в плане ненаписанного философского кирпича если эти фрагменты дать в вытяжке цитат контур теории не вызывает сомнений и весна роль естествознания в ней оно в проблеме стиха ставшей камнем преткновения для филологов формалистов подавая схему воззрений не склонен ее защищать или разоблачать а склонен показать стиль сырья то что есть а не то что сфантазировано ввязи цитат из высказанного четверть века назад мой ответ и на приспособляетесь и на иронию слева а как увязан белый со студентом естественником я цитирую себя только из двух моих книг символизм и арабески являющие главным образом перепечатку журнальных статьей написанных в 1902 1909 годах в сносках я буду обозначать ар арабеский и с символизм с указанием страниц и с указанием года написания статей студент бугаев в проблеме мировоззрения действительность многогранна символизм 1904 год стремление к многогранности полагает установление порядка и границ между отдельными дисциплинами символизм 1904 год легко спорить об объектах познания важно уяснить целесообразность в порядке познания символизм 1904 год порядок не метафизической мы видели крах метафизики догматическая философия погибла до канта злоупотребление отвлеченными понятиями неизбежно в догматизме если не обращать внимания на способ возникновения и употребления их смена философских систем есть смена терминологии но мы можем видеть и красоту высоких заблуждений например у Канта у Гегеля в статьях 1904 года метафизический догматизм отклонен чем он заменен основой положительных сведений о действительности мы считаем точную науку истории науки рисуют картину выпадения из философии научная индукция уверенно врезается в расплывчатые границы априоризма для философии наступает роковой момент она оказывается без объектов так говорю я в 1904 году научный метод превратился в многие методы возникли частные логики наук оставаясь на точке зрения частной науки мы не получаем объективного соотношения между различными научными методами вопрос о методе подчиняет научное толкование теории знания точность наук в группах связей но эти группы ряд параллельных не пересекающихся линий частные логики наук требуют общелогического обоснования вне его и догматы научных мировоззрений суть утопические фантазии они не говорят ясным языком философии являются в новой роли она устанавливает правильные соотношения между науками без критицизма лучшие бы из нас задохнулись рассудок ручается только за правильность выведенного а не за действительность исторический смысл знаний менялся вчерашний предел перестает быть пределом молекула атом ион стадии расширения пределов материи статики противополагается диалектика становления понятий винегрет из предельных методологических понятий ведет гетерономии каждого дается отпор и подстановки служебных понятий под общелогические смешные решения проблемы причинности путем подстановки понятий вроде энергии силы ведь тут объяснение целого ее частью сказать что причина есть сила сказать будто единица равна своей трети соединение науки и философии в нечто однородно смешанное только словесно принципы метода образуют частную логику науки но частных логик много мировоззрение не может лежать ни в основе частной науки ни в ее выводе мировоззрение не может лежать и в основе системы наук некоторое время научным мировоззрением считалась система наук но частные науки развивались независимо от системы система распадала за системой кряж синтетической философии распался Говорю я о Спенсере. В позитивизме, как в системе наук, открывается характер научного мировоззрения как догматического. Нужно быть многострунным. Отклонив систему наук позитивизма, я отклоняю и попытки строить мировоззрение на данных частных наук. Пытались в Центре научного мировоззрения поставить выводы одной из частных наук – химии, физики, механики, принятых за основную. Философию превращали в историю, психологию и даже термодинамику. Ответы были ответами методологическими. Отклонив догматизм, метафизику, позитивизм, механицизм, я разбираю психологические мировоззрения моего времени. Когда под базой психологии берут психофизиологию, то подставляют понятия о пределе. Понятия о бессознательном, понятия о предельном. Оперируя в психологии с понятиями о сознательном и бессознательном, мы оперируем с понятиями соотносительными. Крайний вывод – целепсизм. Это выясняет Шуппе. В статье 1904 года о границах психологии я даю краткий разгляд позиций волюнтаризма, психофизики Фехнера, сенсуализма и параллелизма, признаваемого мной недостаточным, ибо внутренний ряд в этой позиции остается лишь постулатом эмпирической психологии, а раскрытие постулата лежит за пределами психологии. Но из-за предельной психологии я отвергаю как-то рациональную, невозможность которой еще доказал Кант, и спиритуалистическую. Бедные психологи-спиритуалисты. Так основные проблемы, возникающие в психологии, выносятся из ее области. Психология оказалась химерой. Границы ее, во-первых, предельные механические понятия, и, во-вторых, познавательные формы. Таков первый абзац мировоззрителя Белого, проповедуемый им и в 1904 году, и в 1909 году в статьях, а ранее, в 1901 и 1902 годах, проповедуемый в университете товарищам Суслову, Петровскому, Владимирову, Печковскому и многим другим, проповедуемый дружески расположенному семейству Соловьевых, горячо принимавших поэта Борю и холодновато относившихся к Боринам теориям. Отец мой, горячо споря, порой, безусловно, соглашаясь, относился приязненно к мировоззрительному строительству своего сына, не подозревая в нем художника, не подозревая и мистики в отклонении позитивизма, крайности механицизма, историзма, психологизма и плюрализма. Вероятно, мистика и проблема трансцендентности влетели в белого с черного хода, и в парадный вход — бутафория. Увы, ее нет. Высказываемые истины естественны для естественника. Ими были заражены не одни символисты. Их исповедовали сотни студентов, читавших Милля, Спенсера, Вунта, Оствальда, Фехнера, Гельмгольца, как я, штудировавших историю индуктивных наук, как я, и интересовавшихся соотношением естествознания и философии, как я, например, сын профессора медицины Фохта, Борис Фохт, окончивший в эти годы естественный факультет и изучавший Канта на филологическом, с которым у меня были схватки и у которого я впоследствии учился тому, как штудировать Канта с комментариями. Проблема критического мировоззрения волновала меня в эпоху изучения естествознания. Она же волновала и в эпоху пребывания моего на филологическом факультете. Волновала позднее, определяя встречи с кружком молодых философов Фохтом, Кубицким, Гордоном, Гессеном, Яковенко, Шпеттом и сколькими вызывая недоумение, недружелюбие со стороны Брюсова, Мережковского, Иванова, Блока. Брюсов предпочитал в разговорах со мной философии, литературу. С Блоком при всем желании было невозможно вести философский спор. В Иванове я старался опрокинуть реалистическую концепцию символизма не потому, что она реалистична, а потому, что его реализм был для меня метафизическим реализмом. Почему же соединялся с ним? Философская оправа на Иванове филологи, тончайше воспринимавшем стили и понимавшем искусство, выглядела дышлом. Она делалась не опасной мне. Его сила и меткость не в философии, а в историзме. Теоретизируя, он сбивался. Но он высказывал тончайшие и глубочайшие истины о символизме, ставя их на исторический фундамент. В моей теории он был отдел, озаглавленный «История символизма». Необходим был Брюсов в другом отделе, озаглавленном «Символизм и литературные школы». В теоретических интересах я был одинок, и когда говорил врагам «мы», то разумел себя и надетые на правой руке фикцию «Литература ведчества Брюсова» или «Мы с Брюсовым» на левой фикцию «Исторических экскурсов» или «Мы с Ивановым». Я поступал, как напуганный ночной тьмой еврей, показывающий вооруженным разбойникам надетые на руки шапку и ермолку. Это было нелепо, наивно и гордо. Оказалось же непрактичным. В сумме шишек на моем лбу от критических тумаков я ощупываю и те, которые относимы к Брюсову, и те, которые относимы к Иванову. Теория знания или Великая Риза Законы вещества, устанавливаемые химией и физикой, модели, сосредоточивающие внимание на требованиях, которые мы должны предъявлять изучению формальных принципов, указание на массу как на энергию сопротивления равнозначно указанию на динамической базе всякого учения о массе. Законы сохранения вещества – следствие закона сохранения энергии. Современные энергетики пытаются даже формы познания вывести из энергетических процессов. Риль определил причинность как вид энергетического процесса. Закон эквивалентов нашел бы свое выражение в формальной эстетике. Так говорит естественник. Гносиолог в нем понимает данные механического мировоззрения, модели. Пользоваться ими надо с большой осторожностью. Так что, хотя в термодинамике не обойтись без понятия энергии, но это понятие определенно лишь в той области, где с этим понятием связано понятие о механической работе. Оно, вынесенное за пределы частной науки, становится совершенно неясным. Критика основоположения механики ставит его в отношении подчинения к теории знания. Механические и динамические понятия оказываются в зависимости от данных гносиологического анализа. Переход этих понятий механики к понятиям гносиологическим стоит в связи с расширением каузальной проблемы. Но критика основоположения всякой науки ставит науку в отношении подчинения к теории познания. Вне ее и научной систематики есть систематика незнания. Ее формулы, практически не раскрытые в жизненном смысле, отношения, протекающие между неизвестными величинами или винегрет из методических понятий. Частные логики требуют общечеловеческого обоснования или вскрытие многомыслия, отвлеченных понятий в жизненную осмысленность их. Теория знаний есть в введении ко всякого рода миросозерцанием. Критическая философия имеет дело с основными проблемами познания. Она занимает независимое место в ряду прочих наук. Не против точного смысла научного знания направлено жало, против иных способов расширения знания. Само знание становится предметом. Познание — знание о знании. Что здесь мистического? В 906, 907, 908 годах Александр Блок и Вячеслав Иванов упрекали мистика в отвлеченном рационализме и в безуханной неблагодатности его мыслей о символизме. Из Золотого руна, штаб-квартиры мистических анархистов, летели стрелы Генриха Тастевена по его адресу. Был ли рационалистом я? Рационализм в первые годы начала столетия был представлен рядом школ, берущих начало в Канте. Коген, Натторп, Кассерер, Кинкель с одной стороны. Виндельбанд, Рикерт, Ласк, Конн, Христиансен с другой рационализировали до крайности трансцендентальный идеализм Канта. Отношение к Канту было экзаменом на право быть принятым в общество порядочно мыслящих. Для этого надо было усидчиво преодолевать некую понятийную гимнастику, заменяющую мировоззрение овладением приемами сколастических головоломок, как то, знать, чем форма отличается от формы-формы, и почему форма формы-формы равна форме-формы. Этими уточнениями занимались последователи ученика Рикерта, профессора Ласка, примечаний автора. В 1905 году я писал против идеализма и рационализма. Переоценка ценностей выразилась в бунте против узкого материализма и натурализма. Но не к рационализму, не к идеализму призывала новая литературная школа. В этом-то «но-не» и была загвоздка для понимания моих тогдашних идей. «Но» предполагала какое-то «хотя-однако». «Хотя» относилась к условному допущению метода в отнижованной ему сфере, «однако» относилась к отрицанию реальности за методическим смыслом. «Но-не» на нем спотыкались. Товарищи-символисты и враги – идеалисты, рационалисты, механицисты, позитивисты, наивные материалисты, метафизические реалисты и теософы – они смешивали в молодом символисте две проблемы – овладение языком, то есть умением говорить при случае как идеалист, как метафизик, как механицист, как материалист, как теософ, и оценки языка как определяющего мировоззрения. Я учился у идеалистов. Они были склонными порой меня счесть своим, видя меня оперирующим их понятиями. Глупые люди и доселе видят в моих естественно-научных интересах лишь желание примазаться к Малишотту. Это доказали иные из читателей книги на рубеже. Через всю жизнь проходит знакомая картина. Степун, Гессен, профессор Богдан Кистяковский мне говорят «Тут вы мыслите, как рекертянец». Мережковский в 1902 году заявляет студенту-естественнику «Вы наши, мы ваши». Социал-демократ Валентинов видит в позиции эмблематики смысла позицию, близкую к социализму. Георгий Чулков в 1905 году записывает и меня в мистическую соборность. Гончарова в 1902 записывает в теософа. И это от того, что они видят во мне «хотя». «Хотя» означает умение говорить как мистик, как идеалист, как позитивист и так далее. Смешивают средства, учебу с целью, с заданием критически вскрыть корни языка, разглядеть в нем заблуждение и даже увидеть в заблуждении искажение истины, подобное искажению в теории, забракованной Лавуазье. Это, хотя, однако, выявление в естественнике проблемы ножниц, о которой я говорю подробно в книге «На рубеже», жалуясь, что понимающий меня в науке отец приходил в ужас от мистики стихотворений, мною написанных. Не понимающий этих стремлений литературный патрон Соловьев всемерно покровительствовал художеству. Это проистекало из усилий выработать собственную теорию знания, а не взять ее на прокат. Изучая жаргон Канта, не делался кантианцем. Изучив жаргон Владимира Соловьева, написал о его философии, что она «малоговорящая метафизика», хотя личность Соловьева чтил чрезвычайно. Теория Канта для меня только проблема. Теория знания отсутствует у Канта. Теории знания как науки нет у него. У него же выведение опыта из предпосылок лишает объект знания предметной значимости. Содержание выводится из формы. Вещь в себе оказывается мыслимым понятием. Улетучивается объективно данный материал. Бытие становится формой мысли. Тяжкая форма хронического незнания по пунктам есть предмет гордости нескольких теоретико-познавательных школ. Кант был восьмым книжным шкафом своей библиотеки. Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством? Из кантовского критицизма, отрицающего существенность познания, выход или в позитивизм, или Гегелю. Позитивизм отвергнут, Гегель метафизичен, и я зову от Канта к постановке по-новому его проблем, чтобы с критицизмом, как тенденцией, встретились актуальные проблемы начала века. И жду от встречи новой теории знания, насквозь критической, насквозь жизненной. В ней не только возможно обоснование эстетики в логике, но и логики в эстетике. Она должна вскрыть самое творчество, как точную фантазию мысли. Такая теория только загадана. Мое задание – сдвинуть ее с точки загаданности хотя бы на шаг. Осуществление в усилиях поколений. Здесь корень моего символизма. Он в мироощущении рубежа, в опыте понимания, что несостоятельность научно-философских теорий в оценке бытия и необходимость подобной их оценки побуждает перейти за пределы теорий, провозглашающих предел познанию и полагающих бытие в непознаваемом. Вот где корень потусторонности, аромат которой разливает мой литературный портрет, чуть был не сказал памфлет. Не раз употребляю я термин «трансцендентный». В каком смысле? В смысле перехода границ ограниченного познания, познанием же, а не верой. Переход куда? За пределы теорий в области практического идеала. Я провозглашаю примат созидающего познания над познанием, рефлектирующим и отражающим тени вещей. Мой трансцендентизм, разрыв границ и переход в сферу жизни из двух расколотых половинок, объявляющих каждое себя здесь и полагающих каждое другую в там. Он в соединении кажущегося запредельным с кажущимся внутрипредельным, в том, что ни вне, ни внутри, ибо самое внутри, вне, миросозерцательный расщеп дуализма, пара автономии психологии в себе и естествознания в себе, психологизма и наивного натурализма. Мой трансцендентизм – половина моего имманентизма. Понимание символизма как имманентизма за пределами метафизики с ее вещами, что термин «трансцендентный» фигурирует у меня лишь в смысле пропирания через искусственные рогатки, поставленные познавательными импотентами. Я вижу, что современная теория знания претерпевает кризис. Ее единство оказалось метафизическим. Кант пришел к необходимости теории познания и только. Вносится проблема борьбы за должную, неданную теорию знания и за путь науки, вырванный из механистических тисков. Выдвигается вопрос о мысли, активное ли она начало или пассивное отражение. Подчеркивается, действительность, неданный конгломерат фактов, неотраженная номенклатура понятий, а совпадение бытия с поволенным познанием. Такая действительность трансцендентно-познавательному формализму и своей нежизни, грозящему о жизни, как о чем-то потустороннем ему, деятельному познанию, все имманентно, все здесь. И мы возвращаемся к деятельности, то, что творится, называем мы действительностями, действительности, воспринимаемые в законах, являют нам образ объективной действительности, мы узнаем в ней ту самую действительность, от которой уплыли по морю познания, мы к ней вернулись. Кругосветное путешествие от действительности как данного тезы, сквозь отвлеченно-критическое распыление ее формы антитезы, к воссоединению ее с познанием критическим, в действительность притворенную и должную синтез-символ, называю я образно путешествием аргонавтов за золотым руном, которая действительность. Так полагал я 25 лет назад. Так ли положенное геретично? И так ли оно мистично? Беру случайно оказавшийся под руками номер литературной газеты от 15 июня 1930 года. Глаза падают на статью Федора Гладкова. Читаю. Вопрос об искусстве, пишет Гладков, есть практический вопрос, а не вопрос теории. Искусство есть творчество жизни, пишет он. Художник-диалектик не может ограничиться изображением объектов в себе, а анализирует развитие и изменения. Рефлексирующий художник по Гладкову упирается в пресловутую человеческую природу, и дальше этой метафизике не в силах пойти. Четверть века назад я волил преодоление природы как метафизической сущности, рожденной философией дуализма с ее щеплением вещей не для себя и для нас. Гладков приводит цитату из сочинения Приханова «Действительность нынешнего дня, развивая своими собственными силами свое собственное содержание, выходит за свои пределы, переживая самое себя и создавая основу для действительности будущего, когда она, по прекрасному выражению Гегеля, оказывается в состоянии произвести волшебные слова, вызывающие образы будущего. Четверть века назад, не читая Приханова, но Гегеля, Канта, Рикерта, Вунта и тех чтений, кого входило в круг тогдашнего философского самообразования, не соглашаясь с Кантом, Рикертом, Вунтом, я силился различать в понятиях о действительности данное и должное. И я понимал, и этимологически и логически слово «действительность» связано со словом «действие». Лозунг выхождения из действительности, данный к должной, лозунг моего мировоззрения того времени. Только вместо мистического слова «волшебный», нравящегося Плеханову, я употреблял иные слова. «Наше задание мочь», то есть дерзать, вступить в бой с прошлым, в данном случае со склерозом остановившейся природы в нас. Жизнь, борьба человека, ставшего Богом, с формой. Художник, творец вселенной. В искусстве символы растают в действительность, как ее типы. Художник, проповедник будущего, что значит по Гегелю, Плеханову и следующему за ними Гладкову, творец волшебных слов, ибо с одной стороны искусство есть искусство жить, а не только писать. С другой стороны, жить значит уметь, не отдаваться природному быванию и физиологических отправлений, уметь, а не уметь творить или выходить за пределы положенного быванием. Проблема трансцензуса для меня в умении развивать данное в должное, установленное канонами в по-новому ставимое, с отбросом канонов. Трансцензус там, где есть процесс изменений, диалектически выводящий вещь из себя как тезы, полагающие вне себя как антитезу, чтобы в акте синтеза соединить положение в себе и вне себя. В этом корень мистики моего юношеского трансцендентизма, о котором провопияла критика, он приближает меня к Приханову, которого я в эпоху моего приближения к нему не читал, как и к Энгельсу, пишущему, диалектика берет вещи и их умственное отражение главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении, в их уничтожении. Я брал вещи, например, мифы, не только в их уничтожении в понятиях, но и в возникновении до понятий в качестве познавательных символов. Но я брал и понятия не только в их возникновении из мифов, но и в их лежании внутри мифа, ибо меня интересовала проблема взаимной связи вещей, о которой, пишет Энгельс, что искание ее показательно в диалектике. Проблему связи, соединения в конкретном синтезе, не только количественном или качественном, но качественно-количественном, я назвал проблему и символизм, а самую связь с символом. Вероятно, символ-то и подгадил мне репутацию, подгадило слово, взятое не в нюансах, диалектически развиваемых из него, а в фиге, которую они видели, читая мои книги, вместо моих книг. «Меня не слишком волновало задание дать законченную систему своих воззрений и вовсе не волновало задание взять систему на прокат у других. Ваше мировоззрение – кантианец, для скольких проблем мировоззрения решается признанием на прокат одного строя мыслей и отрицанием на прокат всех других строев мыслей? Полагают, иметь мировоззрение, быть книгоношами, разносителями книг Энгельса или Канта. Я к системам не присоединялся, я знал, законченно систематизируется лишь строй мыслей, заканчивающей себя. Обычно он падает под ударами далеко не системных взглядов, а логически возникающих где-то на стороне и а логически бьющих в дребезги логику системы. Разбитый систем философии картина, стоявшей передо мной в эпоху мыслей о собственном мировоззрении. Я понял, мировоззрение процесс вынашивания системы. Далее исправлено, которая есть агония, склероз, примечание редакции. А не система, система агония в жизни мировоззрения, склероз ее сердца. Потенциалы к системе, подгляды и образы к ней, данные в афористической форме, динамизировали мое философское творчество в большей степени, чем системы, изучаемые с карандашиком в руках, для того, чтобы под слишком зализанным местом открыть аллогическую яму. Системы, как опытное сырье, нужные для извлечения материалов, поддерживающие горение живомыслия, одно, системы, как флагманские корабли мировоззрительных странствий, другое. Мое мировоззрение, неотработанное в систему и ныне, имело лозунг борьбы с овсякой излишней систематичностью, которая виделась мне чем-то вроде протез для безногих. В мировоззрении я видел путь, поступь, собственные, живые ноги, годные для скачков, а не деревянные подпоры. К стоянию на месте в величии законченности. Я знал мировоззрение мое, мяч, бросаемый в руки следующим поколением. Это была наивная мысль, но мысль, полная кипения юности. Мировоззрение мое, мировоззрительный процесс, которого форма движения. Мой взгляд на символизм, взгляд на процессы мировоззрительного пути, на фазы пути, могущие склеротизироваться, могущие стать системами. Я волил культуру пути, обнимающую и познание, и творчество. Если угодно, тут я был мистик. Я верил в силу познания, строящую действительность. Верил же я потому, что имел опыт силы, как бы пронизывающей уверенностью, что все поволенное, как должное, не может не стать действительным. задумываясь над химией рождением новых свойств вещества в производимых нами лабораторных опытах, переносил я чудо химизма в свойственные материи и в мир идей. Я думал, по правилам рассудочной мысли сумма двух ядов – яд. В действительности отрицание ядов. Не так ли в других сферах? Кажущиеся безумным, немыслимым, не осуществится ли оно в некой химии творческого расплава? Романтизм юности делал ставку на этот расплав, на приподнятость переживаний почти до экстаза, а императив фанатика превращал сферу должного в творческое веление «да будет». Вера в химию становилась верой в некую алхимию способностей, пригоняющую к последней черте. Став на нее я ждал чудо человеческой силы. Часто потом эта вера в силу человека-творца ставила в положение синицы, поджигающей море, после чего следовал отчаянный крах надежд и переживала смешное положение обманутого, когда обнаруживала, что поджигание морей от меня улетающий журавль, в погоне за которым я из рук упускал синицу реальных возможностей. В поисках партии символистов, в борьбе воображенных мной мы с врагами, с которыми не стоило бороться, я выпустил возможность написать хорошо продуманную в голове книгу о символизме. Конец книги. Октябрь 2000-й год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина. Светлана Репина. Москва. Светлана Репина. Светлана Репина. Продолжение следует...